Рассказы Из книги «Тринадцать трубок» Трубка Комунара Есть много прекрасных городов. Всех прекрасней Париж. В нем смеются беспечные женщины, Под каштанами франты пьют рубиновые настойки, И тысячи огней роятся на зеркальном аспиде Просторных площадей. Каменщик Луи Ру родился в Париже. Он помнил июньские дни 1848 года. Ему тогда было семь лет, и он хотел есть. Как вороненок он молча раскрывал рот и ждал, Напрасно ждал. У его отца Жанна Ру не было хлеба. У него было только ружье. А ружье нельзя было съесть. Луи помнил летнее утро, когда отец чистил свое ружье, А мать плакала, вытирая лицо передником. Луи побежал вслед за отцом. Он думал, что отец с вычищенным ружьем Застрелит булочника и возьмет себе самый большой хлеб. Больше Луи. Хлеб с дом. Но отец встретился с другими людьми, У которых тоже были ружья. Они начали вместе петь и кричать хлеба. Вы и ждал, что в ответ на такие чудесные песни Из окон посыпятся булки, рогалики, лепешки. Но вместо этого раздался сильный шум И посыпались пули. Один из людей, кричавший хлеба, Крикнул больно и упал. Тогда отец и другие люди стали делать непонятные вещи. Они повалили две скамейки, Притащили из соседнего двора бочонок, Сломанный стол и даже большой курятник. Все это они положили посредине улицы, А сами легли на землю. Луи понял, что взрослые люди играют в прятки. Потом они стреляли из ружей, И в них тоже стреляли. А потом пришли другие люди. В них также были ружья, Но они весело улыбались. На их шапках блестели красивые кокарды, И все называли их гвардейцами. Эти люди взяли отца И повели его по бульвару святого Мартына. Луи думал, что веселые гвардейцы накормят отца, И пошел за ними, хотя было уже поздно. На бульваре смеялись женщины, Под каштанами франты пили рубиновые настойки, И тысячи людей роились на аспиде зеркального тротуара. Возле ворот святого Мартына Одна из беспечных женщин, сидевшая в кофейной, Закричала гвардейцам, «Зачем вы ведете его так далеко? Он может и здесь получить свою порцию». Луи подбежал к смеявшейся женщине, И молча, как вороненок, раскрыл свой рот. Один из гвардейцев взял ружье и снова выстрелил. Отец закричал и упал, А женщина смеялась. Луи подбежал к отцу, Вцепился в его ноги еще подскакивавшие, Как будто отец лежа хотел идти, И начал визжать. «Застрелите и щенка!» Но франк, пивший за соседним столиком рубиновой, На стойку возразил. «Кто же тогда будет работать?» И Луи остался. «За грозным июнем пришел тихий июль. Больше никто не пел и никто не стрелял». Луи вырос и оправдал доверие доброго франка. Отец Жан-Ру был каменщиком, И каменщиком стал Ру-Луи. В широких бархатных штанах и синий блузи Он строил дома, строил летом и зимой. Прекрасный Париж хотел стать еще прекрасней. И Луи был там, где прокладывались новые улицы, Площадь лучистой звезды. «Заходите в дома!» «Время!» «Время!» Август 1940, январь 1942 Рассказы Из книги «Тринадцать трубок» Трубка Комунара Есть много прекрасных городов. Всех прекрасней Париж. В нем смеются беспечные женщины, Под каштанами франты пьют рубиновые настойки, И тысячи огней роятся на зеркальном аспиде просторных площадей. Каменщик Луи Ру родился в Париже. Он помнил июньские дни 1848 года. Ему тогда было семь лет, и он хотел есть. Как вороненок он молча раскрывал рот и ждал. Напрасно ждал. У его отца Жанна Ру не было хлеба. У него было только ружье. А ружье нельзя было съесть. Луи помнил летнее утро, когда отец чистил свое ружье, А мать плакала, вытирая лицо передником. Луи побежал вслед за отцом. Он думал, что отец с вычищенным ружьем застрелит булочника И возьмет себе самый большой хлеб. Больше Луи. Хлеб с дом. Но отец встретился с другими людьми, у которых тоже были ружья. Они начали вместе петь и кричать хлеба. Луи ждал, что в ответ на такие чудесные песни из окон посыпятся булки, рогалики, лепешки. Но вместо этого раздался сильный шум, и посыпались пули. Один из людей, кричавший хлеба, крикнул больно и упал. Тогда отец и другие люди стали делать непонятные вещи. Они повалили две скамейки, притащили из соседнего двора бочонок, сломанный стол и даже большой курятник. Все это они положили посредине улицы, а сами легли на землю. Луи понял, что взрослые люди играют в прятки. Потом они стреляли из ружей, и в них тоже стреляли. А потом пришли другие люди. У них также были ружья, но они весело улыбались. На их шапках блестели красивые кокарды, и все называли их гвардейцами. Эти люди взяли отца и повели его по бульвару святого Мартына. Луи думал, что веселые гвардейцы накормят отца, и пошел за ними, хотя было уже поздно. На бульваре смеялись женщины, под каштанами франты пили рубиновые настойки, и тысячи людей роились на аспиде зеркального тротуара. Возле ворот святого Мартына одна из беспечных женщин, сидевшая в кофейной, закричала гвардейцам. — Зачем вы ведете его так далеко? Он может и здесь получить свою порцию. Луи подбежал к смеявшейся женщине и, молча, как вороненок, раскрыл свой рот. Один из гвардейцев взял ружье и снова выстрелил. Отец закричал и упал, а женщина смеялась. Луи подбежал к отцу, вцепился в его ноги, еще подскакивавшие, как будто отец лежа хотел идти, и начал визжать. — Застрелите и щенка! Но франт, пивший за соседним столиком рубиновой настойку, возразил. — Кто же тогда будет работать? И Луи остался. За грозным июнем пришел тихий июль. Больше никто не пел и никто не стрелял. Луи вырос и оправдал доверие доброго франта. Отец Жан-Ру был каменщиком, и каменщиком стал Ру-Луи. В широких бархатных штанах и синий блузи он строил дома, строил летом и зимой. Прекрасный Париж хотел стать еще прекрасней. И Луи был там, где прокладывались новые улицы, площадь лучистой звезды, широкие бульвары Османа и Малерба, обсаженные каштанами, парадный проспект оперы со строениями, еще покрытыми лесами. Куда нетерпеливые торговцы уже свозили свои диковины, меха, кружева и ценные каменья. Он строил театры и лавки, кофейни и банки, строил прекрасные дома, чтобы беспечные женщины, когда на улице дует ветер с ла-манша и в рабочих мансардах, тело цепенеет от ноябрьских туманов, могли беспечно улыбаться. Строил бары, чтобы франты не переставали в темные беззвездные ночи пить свои рубиновые настойки. Подымая тяжелые камни, он строил легчайший покров города, прекраснейшего из всех городов — Парижа. Среди тысяч блузников был один по имени Луи Ру. В бархатных штанах, припудренных из звездкой, в широкой плоской шляпе, с глиняной трубкой в зубах. И, как тысячи других, он честно трудился над благолепием Второй империи. Он строил чудесные дома, а сам днем стоял на лесах, ночью же лежал в зловонной коморке на улице Черной вдовы в предместе Святого Антония. Коморка пахла извездкой, потом, дешевым табаком, дом пах кошками и нестиранным бельем, а улица Черной вдовы, как все улицы предместе Святого Антония, пахла салом жаровин, на которых торговцы жарили картошку, прекрасным запахом мясных, плеловыми тушами конины, селедками, отбросами выгребных ям и дымом печурок. Но ведь не за улицы Черной вдовы, а за широкие бульвары, благоухающие ландышами, мандаринами и парфюмерными сокровищами улицы мира, за эти бульвары и за лучистую звезду, где днем на лесах качались блузники, прозван Париж прекраснейшим из всех городов. Луи Ру строил кофейни и бары, он носил камни для кофейни регенства, излюбленной шахматными игроками, для английской кофейни, где встречались снобы, владельцы скаковых рысаков и знатные иностранцы, для таверны Мадрид, собиравшей в своих стенах актеров двадцати различных театров, и для многих других достойных сооружений. Но никогда Луи Ру со дня смерти своего отца не подходил близко к уже достроенным кофейням и ни разу не пробовал рубиновых настоек. Когда он получал от подрядчика несколько маленьких белых монет, эти монеты брал старый кабачик на улице Черной Вдовы, вместо них он давал Луи несколько больших черных монет и наливал в бокал мутную жидкость. Луи с залпом выпивал абсент и шел спать в свою коморку. Когда же не было ни белых, ни черных монет, ни абсента, ни хлеба, ни работы, Луи, набрав в кармане щепотку табаку или отыскав на улице недокуренную сигарету, набивал свою глиняную трубку и с ней шагал по улицам предместия святого Антония. Он не пел и не кричал хлеба, как это сделал однажды его отец Жан Ру, потому что у него не было ни ружья, чтобы стрелять, ни сына, раскрывающего рот, подобно вороненку. Луи Ру строил дома, чтобы женщины Парижа могли беспечно смеяться, но, слыша их смех, он испуганно сторонился. Так смеялась однажды женщина в кофейне на бульваре святого Мартына, когда Жан Ру лежал на мостовой, еще пытаясь лежа идти. До двадцати пяти лет Луи не видал вблизи себя молодой женщины. Когда же ему исполнилось двадцать пять лет, и он переехал из одной мансарды улицы Черной Вдовы в другую, с ним случилось то, что случается рано или поздно со всеми людьми. В соседней мансарде жила молодая поденщица Жюльетта. Луи встретился вечером с Жюльеттой на узкой винтовой лестнице, зашел к ней, чтобы взять спички, так как его кремень терся и не давал огня, а зайдя вышел лишь под утро. На следующий день Жюльетта перенесла две рубашки, чашку и щетку в мансарду Луи и стала его женой. А год спустя в тесной мансарде появился новый Жюльетт, которого записали в мэрии полем Марией Ру. Так узнал Луи женщину, но в отличие от многих других, которыми справедливо гордится прекрасный Париж, Жюльетта никогда не смеялась беспечно, хотя Луи Ру ее крепко любил, как может любить каменщик, подымающий тяжелые камни и строящие прекрасные дома. Вероятно, она никогда не смеялась, потому что жила на улице Черной Вдовы, где только однажды беспечно смеялась старая прачка Мари, когда ее везли в больницу для умалишенных. Вероятно, она не смеялась еще потому, что у нее были только две рубашки и Луи, у которого часто не было ни белых, ни темных монет, угрюмо бродивший с трубкой по улицам предместия святого Антония, не мог дать ей хотя бы одну желтую монету на новое платье. Весной 1869 года, когда Луи Ру было 28 лет, а сыну его Полю два года, Жюльетта взяла две рубашки, чашку и щетку и переехала в квартиру мясника, торговавшего конским мясом на улице Черной Вдовы. Она оставила мужу Поля, так как мясник был человеком нервным и, любя молодых женщин, не любил детей. Луи взял сына, покачал его, чтобы он не плакал, покачал неумело, умел подымать камни, но не детей, и пошел с трубкой в зубах по улицам предместия святого Антония. Он крепко любил Жюльетту, но понимал, что она поступила правильно. У мясника много желтых монет, он может даже переехать на другую улицу, и с ним Жюльетта начнет беспечно смеяться. Он вспомнил, что отец его, Жан, уйдя в июньское утро с вычищенным ружьем, сказал матери Луи, которая плакала, «Я должен идти, а ты должна меня удерживать. Петух ищет высокого шестка, корабль открытого моря, женщина с спокойной жизнью». Помнив слова отца, Луи еще раз подумал, что он был прав, удерживая Жюльетту, но и Жюльетта была права, уходя от него к богатому мяснику. Потом Луи снова строил дома и нянчил сына. Но вскоре настала война, и злые пруссаки окружили Париж. Больше никто не хотел строить домов, и леса неоконченных построек пустовали. Ядра прусских пушек, падая, разрушали многие здания прекрасного Парижа, над которыми трудились Луи-Ру и другие каменщики. У Луи не было работы, не было хлеба, а трехгодовалый Поль уже умел молча раскрывать свой рот, как вороненок. Тогда Луи дали ружье. Взяв его, он не пошел петь и кричать хлеба, но стал, как многие тысячи каменщиков, плотников и кузнецов, защищать прекраснейший из тех городов Париж от злых пруссаков. Маленького поля приютила добрая женщина, владелица зеленой лавки, госпожа Моно. Луи-Ру вместе с другими блузниками в зимнюю стужу, бастою форта святого Винцензия, подкатывал ядра к пушке, и пушка стреляла в злых пруссаков. Он долгие дни ничего не ел. В Париже был голод. Он отморозил себе ноги. В зиму осады стояли невиданные холода. Прусские ядра падали на форт святого Винцензия, и блузников становилось все меньше. Но Луи-Ру не покидал своего места возле маленькой пушки. Он защищал Париж. И прекраснейший из городов стоил такой защиты. Несмотря на голод и стужу, роились огни бульваров итальянского и капуцинов, хватало рубиновых настоек для франтов, и нисходила беспечная улыбка женских лиц. Луи-Ру знал, что больше нет императора, и что теперь в Париже республика. Подкатывая ядра к пушке, он не мог задуматься над тем, что такое республика. Но блузники, приходившие из Парижа, говорили, что кофейни бульваров, как прежде, полны франтами и беспечными женщинами. Луи-Ру, слушая их злое бормотание, соображал, что в Париже ничего не изменилось, что республика находится не на улице Черной Вдовы, а на широких проспектах лучистой звезды, и что, когда каменщик отгонит прусаков, маленький поль будет снова открывать свой рот. Луи-Ру знал это, но не покидал своего места у Пушки, и прусаки не могли войти в город Париж. Но в одно утро ему приказали покинуть пушку и вернуться на улицу Черной Вдовы. Люди, которых звали Республика, и которые, наверное, были франтами или беспечными женщинами, впустили злых прусаков в прекрасный Париж. Трубкой в зубах угрюмый луи-Ру ходил по улицам предместия Святого Антония. Прусаки пришли и ушли, но никто не строил домов. Поль, как вороненок, раскрывал свой рот, и луи-Ру начал чистить ружье. Тогда на стенах был расклеен грозный приказ, чтобы блузники отдали свои ружья. Франты и беспечные женщины, которых звали Республика, помнили июньские дни года 48-го. Луи-Ру не хотел отдать свое ружье, а с ним вместе все блузники предместия Святого Антония и многих других предместей. Они вышли на улицы с ружьями и стреляли. Это было в теплый вечер, когда в Париже едва начиналась весна. На следующий день луи-Ру увидел, как по улицам тянулись нарядные кареты, развалистые экипажи, фургоны и телеги. На телегах лежало всякое добро, а в каретах сидели люди, которых луи привык видеть в кофейнях больших бульваров или в Булонском лесу. Здесь были крохотные генералы в малиновых кепи с грозно свисающими усами, молодые женщины в широких юбках, обрамленных кружевами, обрюзшие аббаты в фиолетовых сутанах, старые франты, блиставшие вороньями, песочными и рыжими цилиндрами, молодые офицеры, никогда не бывшие ни у форта Святого Винцензия, ни у других фортов, важные и лысые лакеи, собачки с бантиками на гладкопричесной шелковистой шерсти и даже крикливые попугаи. И они спешили к Версальской заставе. И когда Луиру вечером пошел на площадь оперы, он увидел опустевшие кофейни, где франты не пили больше рубиновых настоек, и заколоченные магазины, возле которых уже не смеялись беспечные женщины. Люди из квартала в Елисейских полей оперы Святого Жермена, раздосадованные блузниками, не хотевшими отдать своих ружей, покинули прекрасный Париж, а спитные зеркала тротуаров, не отражая погасших огней, грустно чернели. Луиру увидел, что республика уехала в каретах и фургонах. Он спросил других блузников, кто остался вместо нее. Ему ответили, Парижская коммуна. И Луи понял, что Парижская коммуна живет где-то недалеко от улицы Черной вдовы. Но франты и женщины, покинувшие Париж, не хотели забыть прекраснейшие из всех городов. Они не хотели отдать его каменщикам, плотникам и кузнецам. Снова ядра пушек стали разрушать дома. Теперь их слали не злые прусаки, а добрые завсегдатые кофейн английская и других. И Луи понял, что ему надо вернуться на свое старое место у форта Святого Винцензия. Но владелица зеленой лавки госпожа Моно была не только доброй женщиной, а и доброй католичкой. Она отказалась пустить в свой дом сына одного из безбожников, убивших епископа Парижского. Тогда Луи ру взял трубку в зубы, а своего сына Поля на плечи и пошел к форту Святого Винцензия. Он подкатывал ядра к пушке, а Поля играл пустыми гильзами. Ночью мальчик спал в доме сторожа водокачки при форте Святого Винцензия. Сторож подарил Полю новенькую глиняную трубку, точь-в-точь такую же, какую курил Луи ру, и кусочек мыла. Теперь Поля, когда ему надоедало слушать выстрелы и глядеть на плюющуюся ядрами пушку, мог пускать мыльные пузыри. Пузыри были разных цветов, голубые, розовые и лиловые. Они походили на шарики, которые покупали нарядным мальчикам в тюллерийском саду франты и беспечные женщины. Правда, пузыри сына-блузника жили одно мгновение, а шарики детей из квартала Елисейских полей держались целый день, крепко привязанные, но и те, и другие были прекрасны, но и те, и другие быстро умирали. Пуская из глиняной трубки мыльные пузыри, Поль забывал раскрывать свой рот и ждать куска хлеба. Подходя к людям, которых все называли коммунарами, и среди которых находился Луи ру, он важно сжимал в зубах пустую трубку, подражая своему отцу, и люди, на минуту забывая о пушке, ласково говорили Полю, ты настоящий коммунар. Но у блузников было мало пушек и мало ядер, и самих блузников было мало, а люди, покинувшие Париж и жившие теперь в бывшей резиденции королей в Версале, подвозили каждый день новых солдат, сыновей, скудоумных крестьян Франции и новые пушки, подаренные им злыми прусаками. Они все ближе и ближе подходили к валам, окружавшим город Париж, уже многие форты были в их руках, и больше никто не приходил на смену убитым пушкарям, вместе с Луэру, защищавшим форт Святого Винцензия. Каменщик теперь сам подкатывал ядра, сам заряжал пушку, сам стрелял, и ему помогали только два уцелевших блузника. В бывшей резиденции королей Франции царило веселье. Открытый наспех дощатые кофейни не могли вместить всех желавших рубиновых настоек. Аббаты в фиолетовых сутанах служили пышные молебствия. Поглаживая грозно свисающие усы, генералы весело беседовали с наезжавшими прусскими офицерами. И лысые лакеи уже возились над господскими чемоданами, готовясь к возвращению в прекраснейшие из всех городов. Великолепный парк, построенный на костях двадцати тысяч работников, день и ночь, копавших землю, рубивших просеки, осушавших болота, чтобы не опоздать к сроку, назначенному королем солнцем, был украшен в честь победы. Днем медные трубачи надували свои щеки, каменные тритоны девяти больших и сорокамалых фанатов, проливали слезы лицемерия, а ночью, когда в обескровленном Париже притушенные огни не роились на аспиде площадей, сверкали среди листвы торжествующие вензеля плошек. Лейтенант национальной армии Франсуа де Моньян привез своей невесте Габриэль де Боневе букет из нежных лилий, свидетельствовавший о благородстве и невинности его чувств. Лилии были вставлены в золотой порт-букет, украшенный сапфирами и купленный в Версале у ювелира с улицы Мира, успевшего в первый день мятежа вывести свои драгоценности. Букет был поднесен также во знаменовании победы Франсуа де Моньян приехал на день с Парижского фронта. Он рассказал невесте, что инсургенты разбиты, завтра его солдаты возьмут форт Святого Винцензия и вступят в Париж. «Когда начнется сезон в опере?» спросила Габриэль. После этого они предались любовному щебетанию, вполне естественному между героем женихом, прибывшим с фронта и невестой, вышивавшей для него атласный кесет. В минуту особой нежности, сжимая рукой участника похода лиф Габриэли цвета абрикоса, Франсуа сказал «Моя милая, ты не знаешь, до чего жестоки эти коммунары. Я в бинокль видел, как у форта Святого Винцензия маленький мальчик стреляет из пушки. И представь себе этот крохотный Нерон уже курит трубку. Но вы ведь их всех убьете вместе с детьми», прощебетала Габриэль, и грудь ее сильнее заходила под рукой участника похода. Франсуа де Маньян знал, что он говорил. На следующее утро солдаты его полка получили приказ занять форт Святого Винцензия. Лаеру с двумя уцелевшими блузниками стрелял солдат. Тогда Франсуа де Маньян велел выкинуть белый флаг, и Луи Ру, который слыхал о том, что белый флаг означает мир, перестал стрелять. Он подумал, что солдаты пожалели прекраснейшие из городов и хотят наконец помириться с парижской коммуной. три блузника, улыбаясь и куря, ждали солдат, а маленький поль, у которого больше не было мыла, чтобы пускать пузыри, подражая отцу, держал во рту трубку и тоже улыбался. А когда солдаты подошли вплотную к форту Святого Винцензия, Франсуа де Маньян велел трем из них лучшим стрелкам горной совой убить трех мятежников. Маленького коммунара он хотел взять живьем, чтобы показать своей невесте. Горцы совой умели стрелять и, войдя наконец в форт Святого Винцензия, солдаты увидели трех людей с трубками, лежавших возле пушки. Солдаты видали много убитых людей и не удивились, но, увидя на пушке маленького мальчика с трубками, они растерялись и помянули один Святого Иисуса другие тысячи чертей. «Ты откуда взялся мерзкий клоп?» спросил один из совойцев. «Я настоящий коммунар», улыбаясь, ответил Поле Ру. Солдаты хотели приколоть его штыками, но Капрал сказал, что капитан Франца де Маньян приказал доставить маленького коммунара в один из одиннадцати пунктов, куда сгоняли всех взятых в плен. «Сколько он наших убил, этакий ангелочек», ворчали солдаты, подталкивая Поле прикладами, а маленький Поль, который никогда не убивал, а только пускал из трубки мыльные пузыри, не понимал, отчего это люди бронят и обижают его. Пленника инсургента Поля Ру, которому было четыре года отроду, солдаты национальной армии повели в завоеванный Париж. Еще в северных предместях отстреливались, погибая, блузники, а в кварталах Елисейских полей, оперы и в новом квартале лучистой звезды люди уже веселились. Был лучший месяц, май, свели каштаны широких бульваров, а под ними, вокруг мраморных столиков кофеен, франты пили рубиновые настойки и женщины беспечно улыбались. Когда мимо них проводили крохотного коммунара, они кричали, чтобы им выдали его. Но Капрал помнил приказ капитана и охранял поле. Зато им отдавали других пленных, мужчин и женщин. Они плевали в них, били их изящными палочками, а, утомившись, закалывали инсургентов штыком, взятым для этого у проходившего мимо солдата. Поль Ару привели в Люксембургский сад. Там перед дворцом был отгорожен большой участок, куда загоняли пленных коммунаров. Поль важно ходил между ними со своей трубкой и, желая утешить некоторых женщин, горько плакавших, говорил, «Я умею пускать мыльные пузыри. Мой отец Луи Рух курил трубку и стрелял из пушки. Я настоящий коммунар». Но женщины, у которых остались где-то в предместе святого Антония дети, может быть, тоже любившие пускать пузыри, слушая Поля, еще горше плакали. Тогда Поль сел на траву и начал думать о пузырях, какие они были красивые, голубые, розовые и лиловые. А так как он не умел долго думать и так как путь из форта Святого Винцензия до Люксембургского сада был длинным, Поль скоро уснул, не выпуская из руки своей трубки. Пока он спал, два рысака везли по Версальскому шоссе легкое Ландо. Это Франсуа де Моньян вез свою невесту Габриэль де Бониве в прекрасный Париж. И никогда Габриэль де Бониве не была столь прекрасна, как в этот день. Тонкий овал ее лица напоминал портреты старых флорентийских мастеров. На ней было платье лимонного цвета с кружевами сплетенными в монастыре Малин. Крохотный зонтик охранял ее матовую кожу цвета лепестков яблони от прямых лучей майского солнца. Воистину она была прекраснейшей женщиной Парижа и, зная это, она беспечно улыбалась. Въехав в город, Франсуа де Моньян подозвал солдата своего полка и спросил его, где помещаются маленькие пленники с форта Святого Винцензия. Когда же влюбленные вошли в люксембургский сад и увидели старые каштаны в цвету, плющ над фонтаном Медичи и черных дроздов, прыгавших по аллеям, сердце Габриэля де Боневе переполнилось нежностью и, сжимая руку жениха, она пролепетала «Мой милый, как прекрасно жить!» Пленные из числа которых каждый час кого-нибудь уводили на расстрел, встретили голуны капитана с ужасом, так и думал, что наступил его черед. Но Франзуа де Моньян не обратил на них внимания, он искал маленького коммунара. Найдя его спящим, он легким пинком его разбудил. Мальчик, проснувшись, сначала расплакался, но потом, увидя веселое лицо Габриэли, не похожее на грустные лица других женщин, окружавших его, взял в рот свою трубку, улыбнулся и сказал, «Я настоящий коммунар». Габриэль удовлетворенно промолвила, «Действительно такой маленький, я думаю, что они рождаются убийцами, надо истребить всех, даже только что родившихся». «Теперь ты поглядела, можно его прикончить», сказал Франсуа и подозвал солдат. Но Габриэль попросила его немного подождать, ей хотелось продлить усладу этого легкого и беспечного дня. Она вспомнила, что, гуляя однажды во время ярмарки в Болонском лесу, видела барак с подвешенными глиняными трубками, некоторые из них быстро вертились. Молодые люди стреляли из ружей в глиняные трубки. Хотя Габриэль де Боневе была из хорошего дворянского рода, она любила простонародные развлечения и, вспомнив о ярмарочной забаве, попросила жениха. «Я хочу научиться стрелять. Жена боевого офицера национальной армии должна уметь держать в руках ружье. Позволь мне попытаться попасть в трубку этого маленького палача». Франсуа де Моньян никогда не отказывал ни в чем своей невесте. Он недавно подарил ей жемчужное жерелье, стоившее тридцать тысяч франков. Мог ли он отказать ей в этом невинном развлечении? Он взял у солдата ружье и подал его невесте. Увидев девушку с ружьем, пленные разбежались и столпились в дальнем углу отгороженного участка. Только Поль спокойно стоял с трубкой и улыбался. Габриэль хотела попасть в двигающуюся трубку и целясь она сказала мальчику, «Беги же, я буду стрелять». Но Поль часто видел, как люди стреляли из ружей и поэтому продолжал спокойно стоять на месте. Тогда Габриэль в нетерпении выстрелила и, так как она стреляла впервые, вполне простителен ее промах. «Моя милая», сказал Франца де Моньян, «Вы гораздо лучше пронзаете сердце стрелами, нежели глиняные трубки пулями. Глядите, вы убили этого гаденыша, а трубка осталась невредимой». Габриэль де Буневе ничего не ответила. Глядя на небольшое красное пятнышко, она чаще задышала и, прижавшись крепче к Франсуа, предложила вернуться домой, чувствуя, что ей необходимы томные ласки жениха. Полюру, живший на земле четыре года и больше всего на свете любивший пускать из глиняной трубки мыльные пузыри, лежал неподвижный. Недавно я встретился в Брюсселе со старым коммунаром Пьером Латреком. Я подружился с ним, и одинокий старик подарил мне свое единственное достояние — глиняную трубку, из которой пятьдесят лет тому назад маленький полюру пускал мыльные пузыри. В майский день, когда четырехлетний инсургент был убит Габриэлью де Боневе, Пьер Латрек находился в загоне Люксембургского сада. Почти всех из числа бывших там версальцы расстреляли. Пьер Латрек уцелел, потому что какие-то франты сообразили, что прекрасному Парижу, который захочет стать еще прекрасней, понадобятся каменщики, плотники и кузнецы. Пьер Латрек был сослан на пять лет, он бежал из Каенны в Бельгию и через все мытарства пронес трубку, подобранную у трупа поля Ру. Он дал ее мне и рассказал все написанное мною. Я часто прикасаюсь к ней сухими от злобы губами. В ней след дыханий нежного еще невинного, может быть, след лопнувших давно мыльных пузырей. Но эта игрушка маленького поля Ру, убитого прекраснейшей из женщин Габриэлю де Боневе, прекраснейшего из городов Парижа, говорит мне о великой ненависти. Припадая к ней, я молюсь об одном, увидев белый флаг, не опустите ружья, как это сделал бедный Луи Ру, и ради всей радости жизни не предать форта святого Винцензия, на котором еще держатся три блузника и, пускающий мыльные пузыри, младенец. Из книги «Вне перемирия» на платформе плакала женщина. Солдат растерянно прижимал к груди бутылку. Потом зашатались пальто на крюках, дома дрогнули и смешались. Ни меня, ни Вилли никто не провожал. Безразлично я оглядел соседей. Старик уже успел задремать, он раскрыл круглый беззубый рот. Дама вытащила вязание. Я развернул газету, это было связано со скрипом тормозов, подушками, полными едкой пыли. С обрывками мыслей не успел повидать Макса. Как только приеду, надо позвонить Демо. Среди сборной Парижской, среди гангстеров и конференций металась история с забастовки, протесты, трупы, нестройные, неуверенные дожди, несколько капель на разогретом асфальте. Таким казалось мне время. Я ехал в Брюссель. Вилли кружным путем пробирался в Германию. Он сидел рядом. Я видел его разгоряченные и недоуменные глаза. О чем он думал? Я знал, что в партии его ценят как хорошего подпольного работника. Незадолго до отъезда я увидал его на террасе большого кафе. Он сидел, закрыв глаза. Он грелся на солнце как ящерица. Я случайно взглянул в окно. То, что я увидел, не входило в мой мир. Между Максом и дымо должны были длиться дома с гребешками дымоходов, с ковриками у дверей, с режущими глаза электрическими лампами. Я увидел коров. Это было в тишине начинающегося вечера. Некоторые, зарыв морды в душистую зелень, дремали. Другие глядели на меня в упор. Я подумал, почему нельзя дернуть рукоятку тормоза и с головой зарыться в траву. Я увидел также деревья. Это были густые вязы. В тени, которые они отбрасывали, в неподвижности листвы, в ее синеве, было такое спокойствие, что я поспешил заслониться газетами синими и призрачными, как дым поезда. Двадцать лет назад, в осенний до неприязненности ясный день, я бродил здесь с молодой женщиной. Она разыскивала могилу мужа, убитого осенью четырнадцатого года. Сколоченный наспех кресты были сдавлены колосьями. просьба не топтать хлеба. Женщине было девятнадцать лет. Когда она подносила к близоруким глазам клочок бумаги с плана местности, ее розоватые холодные пальцы дрожали. Я проклял про себя скаритность крестьян. Я тогда еще не знал, как можно жить под одной крышей с историей. Старики дамы сошли в Сен-Кентене. Теперь мы могли говорить. Вилли повторял, необходимо обратить внимание на спортивные организации. Не то они захватят молодых. Слово «они» он произносил особенно отчетливо. Я заметил, что рука в его рубашке был тщательно заштопан. Я вдруг подумал, что ничего не знаю о жизни Вилли. Показывая кондуктору билет, он уронил карточку. Я увидел маленькое круговое существо, похожее на мыльную пену. Он сказал, документы у меня хорошие, а если схватят... Мы расстались в Брюсселе. Нелепо махнув рукой, он пропал в черном пассаже. Газетчики кричали «английская нота!» В лиловых трубках световых реклам билась отравленная венозная кровь любимого века. Вилли дал мне адрес своей жены, она жила в предместе Парижа. Я обещал занести советские журналы. Она работала над книгой о нефти. Журналов у меня не оказалось, пришлось выписать из Москвы. Я попал к Люци, так звали жену Вилли, месяца два спустя. Мне открыла светлоглазая девочка, здесь живет госпожа Керц. Она ответила «Это я». Мне показалось, что она не понимает по-французски. Я знал, что у Вилли сын. Можно ли было принять за мать этого робкого нескладного подростка? Проблемы нефти никак не вязались с носками, с передником, замаранным смородиной, с губами еще припухшими и дрожавшими от стеснения. Она заговорила о Крекинге. Вдруг она посмотрела на часы, вздрогнула и сказала «Простите, ей надо кормить ребенка». Она села на табурет и как-то сразу переменилась. Теперь она казалась мне большой и невозмутимой. Черты лица упростились и затвердели. Я сидел отвернувшись, ее спокойствие меня стесняло. Потом мы говорили о наливных судах. Уходя, я сказал «Вилли, мы распрощались в Брюсселе, он был веселый». Она ничего не ответила. Я шел от нее смутный и растерянный. Жизнь вокруг была чересчур настойчива. Женщина несла чашку молока, полную до краев, чтобы не расплескать молоко. Она слегка покачивалась. Старый рабочий сидел на соломенном стуле, он не двигался, он казался кустом, который вырос среди жаровин, кофейников и фонарей. Дети прыгали через веревочку, их голоса в вечерней тишине были пронзительны до боли. Из окон доносились запах еды, смех, обрывки хриплой дешевой музыки. Душистый горошек на ручной тележке, среди камней, от которых шел зной, стремительно умирал. Оборванец, сидя на мостовой, чесал раскрытую грудь и ругался. Солдат целовал девушку, приподнявшись на цыпочке, она подставляла ему губы и горестно смеялась. Потом заметались огни, дома выросли, люди обступили меня вплотную. Это был Париж. Прошло несколько дней. Я столкнулся с рыжим Карлом на улице. Он сразу сказал мне, «Вилли схватили в Дессау, он пробовал убежать, сломал ногу. Они его пытали. Они?» Я вспомнил, как говорил это слово «Вилли». Я вспомнил также заштопанный рукав рубашки. «Теперь поедет Саснец, он хороший организатор». Я не слушал Карла. Передо мной была девочка с лицом восточного истукана. Она кормила сына Вилли. Я сказал, «Я видел его жену дней пять назад». Карл ответил, «Люци давно знает». «Разве она не сказала тебе?» Он спрыгнул на площадку автобуса. Его зеленоватое лицо задрожало, как вознобе. Я жил в большой гостинице. Ночью у всех дверей стояли ботинки. Они хранили форму ноги, упрямые полботинки спортсменов, туфли старых дев, разношенные штиблеты циников. Я знал не людей, обувь. Впыхивали сигнальные лампочки, красные и зеленые. За двойными дверьми кто-то задыхался от астмы. Утром подавали яичницу, на тарелках дрожали сотни оранжевых дисков. Вестибюле было душно, как под землей. Продавали сигары, галстуки, пудру. Крохотные громы до одурения выкрикивали «6-3-1-3-8-6!» Это были номера комнат. У входа в гостиницу останавливались автобусы, их цифры рябили в глазах. Лондон горячий и сырой обступал меня, как туман. Я ходил по записанным адресам. Меня любезно выслушивали. Я знал, что эти люди враги, и все же я им улыбался. Потом я часами бродил по улицам. Громоздкие лакеи прогуливали маленьких японских собачек. Нищие на тротуарах рисовали замки луну. Как мухи дети облепляли ведра с отбросами. В нежно-зеленых парках дремали кляузники и маклера. У меня было свое горе, и я радовался, что в этом городе люди не замечают друг друга. Я написал в Москву, что я бодро весел. Я опустил письмо в ящик. Рядом пальцы узловатые, как сучья, сжимали длинный конверт. Я успел прочитать адрес. Письмо было в Австралию. На набережной Темзы спал человек, подложив кепку под голову. Свистели буксиры, потом свистнул молодой полицейский. Оказалось, человек мертв. Я видел безработного шахтера, он глотал перед зеваками куски угля. К нему подошел человек с белыми пустыми глазами, он спросил, что будет потом? Безработный ответил, потом я буду собирать деньги. Человек вежливо поблагодарил и пошел дальше. На Рижен-Стрит стояли проститутки, их губы тревожно краснели сквозчастую сетку дождя. Никто с ними не заговаривал. Я привык к этому городу, я перестал вглядываться в лица людей. С Эллером я столкнулся в душный отвратительный вечер. Я знал его по Берлину, он писал тогда книгу о московских музеях, а по воскресеньям ходил с женой на рабочие митинги и подымал кулак. Это был щедушный тихий человек с глазами лунатика. Штурмовики долго били его шампалами. Ночью они пришли в камеру, чтобы вынести труп. Целлер вдруг зашевелился и поднял кулак. После побоев он оглох на одно ухо. В лагере возле Любека он рыл землю. Ему удалось убежать в Данию. Мне говорили, что в Лондоне он ходит по домам и продает карманные фонарики. Я снова крикнул «Ну как живешь?» Он не ответил. Я снова крикнул «Сегодня очень душно». Он поморгал и тихо выговорил «Очень». Он спросил меня, куда я иду. Я не знал, что ответить. Я бродил без цели по длинным ненавистным мне улицам. Он попросил «Можно с тобой?» Мы не глядели друг на друга и никто не глядел на нас. Он нес в маленьком чемоданчике непроданные фонарики. Я заговорил о музеях. Он молчал. Может быть, я говорил слишком тихо. Потом он предложил «Пойдем к Смитсу. Это хороший парень. Он обрадуется». Мы долго разыскивали дом, в котором жил Смитс. Он походил на сотню окрестных домов, а Целлер забыл номер. Горничная провела нас в гостиную. Я рассматривал альбом с выцветшими фотографиями Ниццы. За стеной играли гаммы. Наконец вышел Смитс. Это был плотный человек с лошадиными зубами. Он радостно крикнул Целлеру «Хелло!» и потряс мне руку. Я сразу понял, что он нас ненавидит. Гудели мухи. Оскалев приветливо зубы, Смитс сказал «У меня теперь много работы. В субботу я поеду к морю, а вы?» Целлер ответил «Я еще не знаю». «В кино слишком душно», сказал Целлер, когда мы вышли на пустую горячую улицу. Зоологический сад сегодня открыт ночью. Среди листвы неестественно блистали фонари. Звери прятались вглубь клеток. Люди в смокингах судорожно зевали. Мы пошли к хищникам. Запах звериной мочи смешивался с духами. Дама с голой спиной стояла у клетки. Тигр иступленно метался. Потом он остановился и поглядел на даму с желтыми сумасшедшими глазами. Дама сказала своему спутнику «Он глуп». Медведь сухим языком лизал железные прутья. Мне хотелось пить. Шакал, окруженный толпой, по-детски всхлипывал. Я не мог дольше вынести молчание Целлера. Мы пошли в бар. На скамье у стены сидели грустные пьяницы. Они молча пили портер. Один из них сказал «Эта цыпка мне не по карману». Другие отрывисто рассмеялись. Хозяин крикнул «Джентльмены, время закрывать». На улице я вытер платком мокрый лоб. Платок стал черным. Это дышал Лондон. Я рассказывал Целлеру о моих делах. Он бормотал «Да». Я расспрашивал его о Берлине, о друзьях, о фонариках. Он отвечал коротко и не в попад. Возле моей гостиницы он остановился и взял меня за рукав. Мне показалось, что он хочет что-то сказать, но он ничего не сказал, постоял и пошел дальше. У входа в гостиницу я с ним простился. Он несколько раз повторил «Запиши телефон». Потом вдруг сказал «Знаешь что? Я переночую в гостинице». Как всегда визжали грумы «Четыре, восемь, один». Дамы волочили бальные платья среди чемоданов, облепленных пестрыми наклейками. Яркие клетки лифтов взвивались вверх и стремительно падали. Я пожал руку Целлера, она была мягкой и холодной. Поднявшись к себе, я начал письмо. «Ты можешь обо мне не беспокоиться, я живу очень хорошо». Я выставил ботинки за дверь и до утра метался на горячей измятой простыне. Когда я отдавал портье ключ, я увидел Целлера с чемоданчиком. «Мы вышли вместе». Он сказал, «Вчера умерла жена в больнице. Я не мог ночевать дома». Он вскочил в автобус и крикнул, «Тебе нужно доехать на шестьдесят девятом до Оксфорд Церкус». Я не мог разыскать Гушика. Я узнавал магазины, скверы, статуи. Город был знакомым и неизвестным. Жара не спадала. Люди шли, ничего не видя, у них были мутные глаза рыб. Я вспомнил старые адреса. Старуха приоткрыв дверь в испуге и захлопнула. Дети смесь кричали, «Такого нет!» Человек судорожно пристегивая подтяжки к брюкам поглядел на меня и сказал, «Я ничего не покупаю!» Я пошел в кафе, где когда-то бывал Гушек. Люди задыхались, окунув лица в газеты. Я спросил потного официанта, не видал ли он Гушека. Шатаясь, он повел меня в дальний угол. На плюшевом диване сидел Кнап. Он отряхнулся и сказал, «Идем ко мне!» У него изменился голос. Он говорил теперь глухо и равнодушно, разделяя слова утомительными паузами. Я помню, как он вышел из тюрьмы. Он дурачился, лаял, утверждая, что разговаривает с речными собаками, отвешивал незнакомым церемонные поклоны, становился в позу перед каждым памятником, передразнивая бронзовых проповедников и полководцев. У него был чуб, у него оказались мягкие волосы и пробор. Он сказал мне, что работает юрисконсультом в аграрном банке. Он разговаривал неохотно. Я спросил, может быть, ты занят? Он поспешно ответил нет и взял меня под руку. Кресла были в чехлах, шторы спущены. На столе тускло посвечивала ваза с виноградом. В комнатах стояла летняя тишина. Кнап сказал, через три дня мы едем в Татры. Его жену звали Людмилой. Она улыбалась, как на экране. Острые зубы и розоватые глаза делали ее похожей на белую мышь. Она глядела на Кнап недоуменно и восторженно, как будто видела его впервые. Несколько раз Кнап снисходительно погладил ее стриженный затылок. Я спросил, где Гушек? Помолчав, Кнап ответил, я дам тебе его адрес. Он стал рассказывать анекдоты о любовниках, евреях, министрах. Людмила по-прежнему улыбалась. Кнап глядел на меня в упор и уныло спрашивал. Смешно? Я отвечал, очень. Потом я спросил, где Франтишек, Вайга? Ты ведь встречаешься с ними? Он молчал. Жужжали мухи и отодвинул вазу с виноградом. Наконец он ответил, разве ты не слыхал, что я вышел из партии? Я не согласен с их тактикой. Он вспомнил еще один анекдот о старой кокотке. Я выслушал и встал. Он засуетился, сейчас ты все равно никого не найдешь. Это за городом, поедешь завтра. Пойдем с тобой. Несмотря на жару, Кнап заказал сливяную водку. Он бормотал, дураки, делает одну ошибку за другой. Ты меня спрашивал о франтишике. Это баран. Без инструкции он не способен высморкаться. Вайга стал депутатом, у него теперь две прислуги. Я вспомнил Кнапа на трибуне. Он как будто отрывал слова от себя. Слова были косматыми и теплыми. Слушая его, люди плакали. Я сказал, раз мы встретились, лучше вспомнить прошлое. Он замотал головой. Нет. Он пил теперь водку залпом. Угрюмо обличал он своих прежних друзей. Людмила как эхо повторяла последние слова его длинных тират. Ослы, разгром, предательство. На столе стояли тарелки с застывшим салом. Пахло потом и косметикой. Две полуголых девушки с длинными грудями, как заводные, качались на эстраде. Под ногами валялись рыжие раздавленные розы. Толстяк, вытирая салфеткой мясистые губы, целовал женщину. Кнапа хмелел. Неожиданно он сказал насчет разногласий чепуха. Но я не хочу жить для истории. Может быть, я грязное животное, но я чертовски люблю жизнь. Два раза мы не живем, понимаешь? Людмила улыбнулась. Это правда. Кнапа раздраженно крикнул, ты в этом ничего не понимаешь. Он не глядел на меня. Танцевали танго. Он водил пальцами в такт музыки, потом он прикрыл глаза и громко зевнул. К гушеку я попал на следующий день под вечер. Он находился в санатории. Врач сказал мне половина одного легкого. Больные лежали на веранде. Их щеки были белыми или неестественно багровыми. Увидав меня, гушек радостно засмеялся. Врач позволил ему сойти в сад. Он восторженно повторял огромные успехи. Он расспрашивал о Москве, о как на электрозаводе. Он говорил о парижских рабочих на площади Бастилии и о крестьянах Эстромадуры, которые взяли землю. Задыхаясь, он рассказывал мне о Франтишике, который ведет Башмачникова и Батраков к победе. Я не слышал больше свиста, выходившего из его больной груди. Я забыл, что он умирает. Я спорил, рассказывал, смеялся. Садовник поливал газон, и зеленая свежесть окружала нас. Гушек сказал, столько работы, а приходится валяться. И сейчас же спохватился, ничего, вылечит. Зазвонил колокольчик, надо было расставаться. Я вспомнил, что Гушек женился и спросил, жена твоя где? Он спокойно ответил, мы разошлись, когда я заболел. Она теперь с КНАПом. Он смутно улыбнулся и, помолчав, сказал, «А Вайга здорово говорил, ты видел газеты?» Прощаясь, он весело хлопнул меня по плечу и в дверях еще раз крикнул, «Кланяйся нашим!» Я вышел из ворот. Прямая белая дорога обдала меня пылью и пустотой. Мне вдруг показалось, что жизнь осталась позади в горячей руке Гушека. То, что я хочу рассказать, может показаться бессвязным. Это рассказ о моем мире. Заглядывая в окна булочных, я завидую пекарем, запах хлеба твердит о жизни. Я завидую литейщикам и сварщикам, металл бьется как кровь. Я завидую огородникам, они выращивают крепкие огурцы и по-детски нежный картофель. Я завидую астрономам, когда они ошибаются, наступает новая эра. Я писал книгу для взрослых днем и ночью. Под окном грохотали грузовики и уличные певцы оплакивали молодость. Я писал о своей жизни. Освежеванные года становились абзацами. Просыпаясь утром, я встречался с собой. Это были тяжелые встречи. Я строил фразы из того, что еще недавно было моей страстью. Когда я закончил эту книгу, моя жизнь показалась мне вытоптанной, и я не знал, где мне теперь кочевать. Я получил письмо от незнакомой француженки. Она писала, я учительница, мне 52 года, я должна сказать, сообщите, когда я смогу вас увидеть. Прилагаю марку на ответ. Я ответил с большим опозданием. Я писал книгу для взрослых. Письмо пришло назад с пометкой «Адресат умер». Недавно я ехал из Вены в Париж. Мой попутчик оказался сотрудником парижского торгпредства. Он заведовал продажей металла для катализаторов. У него были ярко-зеленые насмешливые глаза. Он рассказал мне о параде физкультурников, и в унылые купе ворвался топ от Москвы. Он говорил о своей работе, о хитрости покупателей, о происках конкурентов, о вежливой ненависти врагов. Я охотно простил ему и ребячливую заносчивость, и марш из веселых ребят, которые он насвистывал до одурения. Это был человек в мире банкетов, комиссионных и низости. Он лег на верхнюю полку. Мы пожелали друг другу спокойной ночи. Вдруг он сказал, у меня вышла смешная история с вашей книгой. Я тогда попал в нехорошую полосу, работа не ладилась, разругался с товарищами, а тут еще бытовая неувязка. Вам, как писателю, можно рассказать. Да и рассказывать собственно нечего, просто жена сошлась с другим. Мы с ней еще в одной комнате жили. Она меня раньше звала не по имени, вроде как кличка, не стоит говорить. Вдруг я слышу, она и его так зовет. Мне все в голову бросилось, на службе стал придирчив. Я на пробке работал, мы в Испании пробку покупали. Сдуру взял и забраковал. Ночью пришел к себе мысли самые дурацкие. Револьвер у меня был. Все таки лег. Машинально беру книжку, роман, до утра читал. Потом вдруг спрашиваю себя, что со мной случилось. Как будто жар спал. Пошел спокойно на работу. Это разве не смешно? Я увидел его светлую голову, свесившуюся вниз. Он несколько раз повторил смешно. Его глаза не смеялись. Видимо, он с неохотой вспоминал прошлое. Утром он добродушно фыркал, висел на ремнях вагона и махал рукой с школьником, которые толпились на платформах крохотных опрятных станций. Посмеиваясь, он сказал, оптимизма у вас не хватает. Но скажите, почему у вас книги такие невеселые? Поезд пробегал мимо домов. В окнах мелькали тени. Я думал о письме учительницы, на которое слишком поздно ответил. В Париже я пошел в библиотеку, мне нужна была справка о Евгении Совойском. В библиотеке было темно и прохладно. Люди говорили шепотом. Готические окна и затхлый воздух напоминали церковь. Рядом со мной сидел молоденький студент. Читая, он шевелил пухлыми губами. Я посмотрел «Еохим Белле». Наверное, он готовился к экзаменам по литературе. Я вспомнил стихи Белле «Пыль дорог и угрюмый бой стареющего сердца». Корешки на полках тускло посвечивали, равнодушно шуршали страницы. Я записывал даты забытых всеми битв. К моему соседу подошла девушка, они пошептались и вместе вышли. Я сдал книги сонному служащему, на улице пахло летним дождем. Пройдя несколько шагов, я увидел студента и девушку, повернувшись спиной к прохожим, они целовались. Меня разбудил жестокий шум. Музыканты репетировали галопы. В Сен-Жустене был годичный праздник. На большой площади выросли карусели, палатки фотографов, ларьки с тягучей нугой, балаган, где показывали мартышек и женщину-змею. Несмотря на июльский зной, чиновники и служащие местного банка, надели крахмальные воротнички. Они неуклюже ворочали головами. Серая пыль садилась на черное платье женщин. Нужда и заботы года значились на лицах. Вокруг карусели стояли бледные золотушные дети. Они пересчитывали зажатые в кулак монеты. Один сказал, я буду визжать. Он кружился на деревянной свинье и старательно визжал. Другие молча на него глядели. Парикмахер дразнил обезьян. Он засовывал в клетку дымящийся окурок. Обезьяны кашляли и грустно чесались. Женщина-змея показывала посетителям свои плечи, покрытые чешуей. У нее было лицо старой поденщицы, измученной работой. Она пела непристойные куплеты, и парикмахер громко смеялся. Потом ломповщик зажег фонари. В зеленоватом свете площадь казалась огромным аквариумом. Трубачи со вздувшими на лбу жилами глотали теплое пиво. За полночь люди еще танцевали, зевая от усталости и духоты. Молодой рабочий с глазами неудачника обнимал остроносую болезненную девушку. Она пыталась улыбнуться, и губы ее от напряжения дрожали. Несколько месяцев спустя я был в Париже на выставке картин. Холсты твердили о скудности жизни. Это были портреты людей с чертами навеки застывшими. Казалось, все человечество скучает в переполненном вагоне метро. Оливковые щеки с неожиданным багрянцем, припухшие фиолетовые веки, грязно-синие тени, крупные мазки, передававшие рыхлость нездорового мяса. Я поглядел на другую стену. Здесь была жалкая зелень парижских предместьей, полисадники, пропитанные запахом бензина, землистые дома, квадратные гаражи и облака, похожие на несвежую вату. Вдруг я улыбнулся, пестрые флажки взлетали к фисташковому небу, доверчиво смеялись коровы-карусели, на синем мече стояла девушка, у нее была шея розовая и горячая, как пеноваренье. Я раскрыл каталог. Поль Аньер, праздник в Сен-Жистене. Я познакомился с Аньером. Это был человек лет сорока с большим кадыком. Он жил на бульваре Гарибальди, в глубине темного двора, полного скрежетом лесопилки. В мастерской валяли старые подрамники, банки из-под лекарств, сношеная обувь, черный всклокоченный кот злобно шипел. Аньер показал мне свои работы. Меялись полногрудые огородницы. В скверах прыгали дети, похожие на тропических птиц. Голубые солдаты пили вино под китайскими фонариками. Мне запомнился один пейзаж. Беседка, бледно-зеленый водоем и мраморная спина богини. Я спросил, это Рим? Нет, это двор из моего окна. Я вспомнил мои старые счеты с искусством и сердито сказал, «Вы были в Сен-Жистене?» Он ответил, «Конечно, я пишу только с натуры. Я иногда меняю краски, но я никогда не меняю соотношение тонов». Я предложил ему пойти в кафе. Он смущенно шепнул, «Мне нельзя пить». Но тотчас согласился. Мы пили коньяк у цинковой стойки, изъеденный кислотами. Ругалась пьяная старуха, сквозь ее пальцы сочилось красное вино. Аньер не умел пить, после первой рюмки он охмелел. Я узнал, как он живет. Женщины смеются над его кадыком, у него язва желудка, он ест только картофельное пюре, его кот никогда не мурлычет. Он проглотил вторую рюмку и неумело по-детски выругался. Я забыл о холстах, мне стало жаль этого больного заброшенного человека. Я сказал, зато у вас интересная работа. Он рассердился, его голос стал пискливым, я ее ненавижу, почему я не родился монтером или птицеводом, каждое утро я говорю себя Аньер, надо работать, и я отвечаю дудки, так проходит час или два, потом я берусь за кисти. Я не знаю, счастлив ли я, пока работаю. Это все равно, что спросить человека, счастлив ли он, когда спит. Но когда я кончаю работу, мне хочется кричать. Я не могу глядеть на свои холсты, это как пустые бутылки после попойки. Я взял как-то тюбики с красками и начал их давить. Мне казалось, что я душу врага. Я смешал все краски. Потом я плакал, у меня не было красок и я не знал, как прожить день. Больше он ничего не сказал. Он простился со мной вежливо, но равнодушно и зашагал чересчур прямой походкой нетрезвого человека среди круглых зонтиков под мутными рожками газа. В правлении колхоза толпились девушки зеленоглазые и смешливые. Бородатый рябой старик изумленно почесывался. Председатель колхоза Акимов рассказывал о пчельнике. Он сидел на скамье, подпирая рукой костистое лицо с тяжелой челюстью. У него были глаза темные и неспокойные. Я сказал, это испанский товарищ. Он сражался в Астурии. Теперь он едет в Горловку. Парень шепнул, видишь, мальчонок побойчей дернул приезжего за рукав. Акимов сказал, вы ему переведите, что колхоз стал окончательно на ноги. Сильварио Фернандес остался один у пулемета. Два дня он отбивал атаки. Когда легионеры заняли площадь Сан-Педро, они увидели возле пулемета труп. Один из них ногой оттолкнул голову мертвого. Ночью, ранены в ногу, Сильварио дополз до леса. Он тонул в снегу и засыпал под клек от голодных коршунов. Много раз он мне рассказывал, как старая крестьянка, крестясь от страха, вынесла ему краюху хлеба. Рыбаки дали ему лодку, были зимние бури. Четыре дня он жил смертью. Увидав наконец берег, он не улыбнулся. Он узнал тоску чужой земли, попреки и то презрение, которым дышат побежденные. Весной он приехал в Москву. Он глядел на новые дома, на витрины лавок, на девушек в майках, на охапке черемухи. Он думал о подвалах Самы, где победители пытали его товарищей. Ночью он слушал радио. Равнодушный голос повторял, говорит Мадрид, в стране полное спокойствие. Громыхал джаз, в Мадриде танцевали. Сильварио растерянно оглядывался по сторонам. Потом он сказал, я хочу работать. Он рвался в духоту в шахт. Это был его мир. Я думал, что зелень полей его утешит. У него были слишком длинные мысли. Всю дорогу он молчал. Может быть, он видел огромные валуны, серебро расщепленных маслин, лачуги в горах, густое синее небо. Я перевел ему слова Акимова. Он сказал, это хорошо. Мы долго ходили по полям. Мы осмотрели скотный двор, пчельник, ясли. Акимов сказал, теперь строим клуб с эстрадой, переведите товарищу. Сильварио закачал головой и невесело улыбнулся. Мы зашли в избу, Акимов потрепал по щеке девочку лет восьми-десяти, он сказал женщине, что-то она сегодня бледная. Потом он обратился ко мне, скажите товарищу, что эта девочка колхозная, сирота, родители умерли от тифа, вот и смотрим, чтобы росла. Сильварио оживился, сказал, за это мы дрались. Потом он снова примолк, я знал, что его сын остался в Астурии. Мы вернулись в правление, по-прежнему вокруг нас толпился народ. Какой-то парень сказал, надо его спросить, как наш колхоз, если сравнить с другими. Старая женщина вдруг прикрикнула, погоди, не видишь, что человек скучает. Это была Коренева, мать Мишки Коренева, которого в девятнадцатом году расстреляли белые. В ней было лицо покрытое тысячами мельчайших морщин, голова ее была повязана черным платком, она стояла напротив Сильварио. Потом она ушла. Она вернулась с чашкой теплого молока. Она тихо подошла к Сильварио, сжимая чашку обеими руками, поставила ее на щербатый стол и, ничего не говоря, погладила Сильварио по курчавой жесткой голове. Тогда Сильварио вскочил. Все чувства, которые он упрямо скрывал много месяцев, прорвались. Он поднял кулак и на своем языке прокричал боевой клич астурийских повстанцев «Союз братьев пролетариев! Хуачепе! Хуачепе!» Его гортанный крик прозвучал торжественно и страшно. Я никогда не забуду, как заблестели глаза людей моей страны. Сэрнандо шел по Гран-Вие, неуклюже сжимая ружье. Сразу стемнело, накаленные дома еще пылали, и улица казалась душным ущельем. Рядом шли другие бойцы в синих рабочих блузах, полотняных туфлях. Рыжая девушка пела «Мы идем в Сьерру». Это была веселая воскресная песня, с ней обычно уходили в горы. За лачугами и пустырями начиналась Сьерра «Камни, ветер, эхо». Они шли в Сьерру. Их ждали пули фашистов, самолеты, падающие вниз, как ястребы. Смерть! Фернандо поглядел на рыжую девушку, усмехнулся и подхватил «Мы идем в Сьерру». Ему было двадцать три года. Он жил просто и наобум, любезничал с девушками, на работе передразнивал мастера, в воскресенье лазил по крутым горам. Вдруг отряд расступился. Навстречу шел человек с белой палкой. Это был слепой. У него были глаза большие и ясные. Он тихо ударял палкой о мягкий асфальт. Двести человек в синих блузах молча обходили его. Он не знал, кто перед ним. Согласно приказу коменданта, все дома были освещены, окна раскрыты настежь. Город горел, как гигантская люстра. Распотрошенная жизнь вставала перед Фернандо. Обеденный стол, детская кровать, старик в длинной ночной рубашке, круглая лампа, девушка возле зеркала. Он не мог оторваться от окон. Он ни о чем не думал, он жадно любовался жизнью. Потом огни стали реже. До щек дошел ветер, в ряды людей втесалась темнота. Фернандо не видел больше рыжей девушки. Он только различал среди других голосов ее голос глубокий и полный. Ему хотелось спить. Он постучал в дверь лачуги. Старуха вынесла глиняный кувшин с ледяной водой. Фернандо пил медленно, причмокивая и наслаждаясь. Он любил воду и различал ее вкус. Старуха вздохнув, сказала «Убьют вас!» Он рассмеялся и догнал товарищей. На главной площади Бургаса стоял отряд корлистов. Горбун Панамарь долго бил в колокол. Двери собора раскрылись, потянуло ладаном и сыростью. Медленно выползли священники в фиолетовых рясах. Они бормотали, глядя в крохотные молитвенники. Четыре краснолицых парни несли деревянную статую, Богородица бессмысленно улыбалась. Денщик постелил малиновый коврик, и генерал осторожно согнул свои скрипучие колени. В тишине было слышно, как лепечет вода, вытекая из пасти бронзового чудовища. Старуха с лицом накрашенным и блестящим, как эмаль, крикнула «Да здравствует, король!» В ответ закричали нагруженные мулы. Карли города, писарь Гомес, поднес крохотную руку к малиновому берету. На грузовик забрался монах. В его руке было тяжелое распятие, красная краска стекала с ребер Христа. Монах сказал «Благословляю вас, испанцы! Жизнь впадает смерть, и нет жизни вне смерти!» У монаха было лицо черное и длинное, он распахнул рясу, под ней оказалась желтая восковая грудь. Генерал присосался бледными губами к отполированным язвам распятия, а потом равнодушно крикнул «Шагом марш!» Фернандо трясся на большом грузовике. Из темноты выступили угрюмые камни Эскуриала. Гробы королей Испании тлели обдаваемые резким светом электричества. В большом зале был лазарет. Фернандо узнал наборщика Модеста. Его ранили в живот. Он тихо и неотвязно повторял «Нэ-не!» Может быть, это было именем? Пахло карболкой. Люди в синих блузах жевали хлеб и гороховую колбасу. Фернандо вышел на пустой каменный двор. Было слишком много звезд для простых глаз человека. Холодный воздух гор изумлял. Фернандо вдруг вспомнил. Мать говорила «Не ползай на коленках! Ползает в пять лет, а в шесть не ползает!» мутившись, он подумал «А что было в пять?» Потом он увидел рыжую девушку. Сам не знаю, почему, он запел «Мы идем в Сьерру!» Девушка засмеялась и крикнула «Ты что же, первый петух?» Он не знал, что ответить и радостно кивнул головой. Они бежали вперед и пели. Песня росла, на нее откликались далекие долины. Их было двести человек, но казалось, что поет земля, камни, цикады, ветер. Полуденное солнце не знало жалости. Вдали бухали пушки. Фернандо лежал, опершись головой о камень. Он задумчиво улыбался. Не будь пятна на синей блузе и легкой мути глаз, можно было бы подумать, что он загляделся на редкие тонкие облака, которые стремительно пробегали по небу. Вокруг его широко раскрытых глаз летали бабочки сонные и тяжелые. Вечером люди в синих блузах заняли перевал Альто де Леон. Из книги рассказы 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 этих лет. Актерка «Все лиза 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 белогорской сказали «вы поедете на фронт», она готова была разрыдаться от счастья. Ее избили сомнения. Кому нужны монологи выдуманной героини, когда каждый вечер хриплый голос репродукторов твердит о взорванных городах, об убитых детях? Лиза писала в своем дневнике «Я вышла в жизнь, когда жизнь затемнили». Она играла в небольшом прежде тихом городе, переполненном беженцами. Они жили, как на полустанке, боясь продать чемоданы и забыть прошлое. У всех были близкие на фронте. Шаги письмоносца в усталых и замежках звучали, как шаги судьбы. Армия отступала. Возле здания горкома люди слушали сводку, не смея заглянуть друг другу в глаза. Домашние хозяйки, жены майоров, консерваторки ожесточенно взрывали землю и готовили снаряды. В театре ставили старые трагедии, военные мелодрамы. «Зачем это?» спрашивала себя Лиза. Все казалось ей ненужным и стыдным. Яркий свет рампы, румяна, реплика героини, если любишь весь мир в тебе, а смерти нет. Когда Лиза бывала свободной, она прислушивалась к разговорам в фойе. Говорили о хлебе, о раненом мужа или брате, о том, что немцы в Краснодаре. Лиза шла к себе, она жила в темном углу среди старухи детей. Там она писала «Я не могу больше кривляться». Что приковывало ее к сцене? Она допрашивала себя с той взыскательностью, которая присуща очень молодым и честным натурам. Нечистолюбие, а слепое и, как ей порой казалось, глупое преклонение перед искусством. «Ломака», говорила ей когда-то мать. Лиза не ломалась, она чувствовала себя то Анной Карениной, то Тургеневской Асией, то слепой цветочницей с экрана. Ее считали холодной, а она терзалась, не спала по ночам. Эта смуглая синеглазая дикарка была одинока, мать давно умерла, товарищи ее чуждались, чем-то она их тяготила. Перед войной инженер Пронин сказал ей «Давайте жить вместе». Это было вечером в городском саду. Инженер ей нравился, а может быть и не он, Май, Жасмин, Молодец. Он обнял ее, она вырвалась и стала говорить о том, как трудно друг друга понять. Он усмехнулся «Актерка». Больше они не встречались. Она часто ругала себя актеркой. Она проклинала сцену и все же, входя утром в театр, вдыхая холодный пыльный воздух, запах клея и сырости, глядя на черные пустые кресла, в которых сидели призраки, музы. Лиза понимала, что ей от этого не уйти. Говорили, что у нее есть талант, что она сможет стать настоящей актрисой, но она чувствовала, чего-то ей не хватает. Чем больше она думала над своей ролью, тем дальше уходила от пьесы, от партнеров. От зрителей. Иногда она обвиняла репертуар. Она играла то девушку в давние времена, сгоревшей от любви, то партизанку, которая между боями произносит длинные речи. Лиза Лиза казала, что любви больше нет и что нельзя так красиво говорить, когда рядом умирают. Мир заполнился другими героями. Разве не переживает Лиза подвига Гастелло? Разве не идет с Зоей на виселицу? И Лиза писала, жизнь стала такой большой, что в ней теперь нет места для искусства. И вот ей сказали, что она поедет на фронт. Она шла и улыбалась. Неужели это правда? Неужели я смогу хотя бы на минуту порадовать тех чистых и больших? Актеры ехали радостные и взволнованные. Потом все притихли. Они увидели то, о чем прежде только читали. Трубы сожженных сел, обломанные деревья, черные пятна на снегу, женщин с детьми, которые копошились в пепле. Заночевали в уцелевшей избе. Хозяйка молодая, изможденная, чересчур большими глазами на узком увядшем лице рассказывала. Я моего в снегу схоронила. Потом думаю, замерзнет мальчик, взяла его в дом обогреться. Пришел паразит, кричит, приказ угонять. Я держу, не пускаю. Здесь он стоял в печи, он как ударит мальчика. Бросилась я к нему, а он меня не признает. До ночи промучился. Женщина вздохнула и стала мешать угли в печь. Лиза забыла о том, для чего она приехала. Рядом с таким горем исчезали все слова, все жесты. Не улыбаться, не говорить, а если что делать-то только стрелять, думала Лиза, ворочаясь ночью в жарко натопленной избе. Утром она увидела трупы, развороченные машины, обрубки лошадей. Везли раненых, они молча глядели на пустое зимнее небо. Издовой бил в ладоши, и рукавицы были как деревянные. Лиза сказала певцу Бельскому, зачем мы приехали? Нас прогонят. Концерт устроили в здании школы. При немцах здесь помещалась комендатура. В комнате, куда провели актеров, валялись автоматы, жестянки от консервов, немецкие бумаги. Лиза сняла ватник, валенки, ее рука дрожала, когда она клала краску на сухие растрескавшиеся губы. Она надела длинное шелковое платье. Ее испуг показался искусной игрой, и зрители насторожили. Это были саперы. Еще вчера они ползали по снегу, выискивая мины. Волнуясь, как никогда до Толи, Лиза читала стихи о любви, которая убивает, о верности. Она вдруг почувствовала, что каждое ее слово доходит до этих хмурых, небритых людей. Ей долго аплодировали. Она в ответ улыбалась слабо и беспомощно, ведь она отдала свое сердце, как донор дает кровь. Вернувшись в комнату, где сидели актеры, она ответила Бельскому, не знаю, кажется хорошо, и схватилась за косяк двери, чтобы не упасть. Они выступали на аэродромах, в госпиталях, в лесу. Иногда концерт обрывался на крики «Воздух!» Лиза узнала, как рвутся фугаски. Ей пришлось лежать на вязкой рыжей глине, она ночевала в блиндажах, и канонада стала для нее привычным, почти домашним шумом. Толстый генерал поил Лизу Мадерой, переговаривая, «Я ведь старый театрал, в Свердловске я не пропускал ни одной премьеры». Летчик-подросток с золотой звездой на груди, самоуверенный и застенчивый, говорил ей, «Вы мне напомнили мою первую любовь». Пришел май, с его внезапными громкими ливнями, с кукованием в лесу, когда хочется что-то загадать, с грубыми шутками и с головокружением. В один из последних вечеров Лизу провожал майор Доронин. До войны он был студентом-химиком. Они говорили о весне, о толстом, о том, что у всех когда-то было детство. Говорили, потому что боялись молчать. И все-таки наступила минута, когда они замолкли. Они встретились четыре дня тому назад. Доронин тогда помогал актерам разместиться в деревне. Лиза сразу им залюбовалась, хотя он и не был красив. Проверяя себя, она спрашивала «Почему? Ведь я видела многих, как он». И тотчас возражала себе «Неправда, впервые я встретила такого человека. Конечно, на вид он обыкновенный, он не актер, но все в нем необычно. И строгие глаза, и слова о Лермонтове, и то, как он сказал «Вы не рассердитесь, если я буду вас звать Лизой». Значит, завтра уезжаете. Доронин остановился. Тогда Лиза положила руки на его плечи и первая его поцеловала. По черному небу ползла зеленая ракета, как одинокая и заблудившаяся звезда. Когда Лиза вернулась в свой город, все ей было чужим и непонятным. Она не могла слушать разговоры о распределителе или о том, что Валя сошлась с директором. Один из актеров сказал «Сегодня пустая сводка, ничего не взяли». Лиза вспылила «Не смейте так говорить, ведь это бой, кровь». Театр показался ей будничным, скучает, по привычке хлопает и спешат к вешалке. Как она тосковала по тем зрителям! Она носила на груди талисман, номер полевой почты, не хотела писать, ждала, что напишет он, потом смирилась, ему некогда, они наступают. Она написала короткое письмо, старая скрыть свою страсть, ревность, тревогу. Ответ пришел ласковый, но горький. Лиза в гневе скомкала листок. Доронин писал, что в жизни много детского, что он показался ей интересным на фронте, но когда кончится война, она найдет его скучным и заурядным. Она ведь актриса, ее ждет бурная жизнь, то жизни писал он, а Доронин, если не вмешается в дело мина или пуля, станет обыкновенным химиком. Она оскорбилась, хотела вырвать из сердца чувства, уговаривала себя, он прав, я играла и заигралась, я не умею отличить правду от вымысла. Минуту спустя она сдавалась, он говорит так, потому что не любит, а я теперь знаю, что одно дело играть умирающей, другое умирать. Так металась она неделю, а потом написала Доронину страстное, бестолковое, как она сама говорила, бабское письмо. Она клялась в любви, писала, если ты захочешь, я брошу сцену, я могу жить без искусства, но не без тебя. Когда она опустила письмо в ящик, ей стало страшно, вот и конец актерки. Она долго ждала ответа, наконец пришел письмоносец, привыкший к крикам радости и страха. Равнодушно он протянул ей то письмо, которое она с трепетом опустила в ящик. На конверте было написано «Выбыл из счастья». она пролежала весь день, вечером она играла, дурно играла, машинально повторяя затверженные фразы. Она знала, что Доронин убит. Началась поддельная жизнь, вставала, одевалась, репетировала, обедала, чувствуя, что все это вымысел. Потом снова пришел письмоносец, и она прочитала «Дорогой товарищ, я должна сообщить вам печальное известие, ваш жених майор Доронин скончался в нашем Эвако-госпитале. Мы делали все, чтобы его спасти, но ранение было очень тяжелое. Он был мужественным до конца, просил меня написать вам и переслать его ручные часы. Я старая женщина, и я как мать прижимаю вас к своему сердцу». Лиза сказалась больной, ее не видели два дня. Потом она пришла в театр. Она играла нелюбимую роль, но было в Лизе что-то новое. Когда она сказала «Если любишь весь мир в тебе, а смерти нет», зал замер. И устроили овацию. Режиссер лысый и грустный говорил «Лизонька, вы очень выросли, вы стали большой актрисой». Она беззвучно отвечала «Не нужно». Она пришла домой и в сотый раз перечитала письмо незнакомой женщины. Он сказал ей, что он мой жених. Она глядела на часы Доронина. Стрелка медленно сползала вниз. И вдруг Лиза подумала «А все-таки я актерка». Счастье генерал Брянцев смеялся, казалось, что жизнь его переполняет. Годы не тронули его черных жестких волос. Он был неизменно весел. В те горькие дни, когда бойцы, задыхаясь от пыли и тоски, отступали к Дону, Брянцев говорил «Скоро развернемся». И смертельно усталые люди и улыбались. Начальник штаба полковник Сиренко смотрел на Брянцева с удивлением. Вот оно, счастье! Сиренко был неуживчивым, его боялись. Может быть, ожесточила его болезнь, язва желудка. Он выносил только молоко. И на одном из штабных грузовиков среди кровати столов и ящиков передвигалась лысая корова, выпуклыми равнодушными глазами, глядевшая на зловещие картины войны. Страсть к работе помогала полковнику справляться с болезнью. Над картой он оживал. Он видел все изгибы земли, все возвышенности и лощинки, знал силы противника, изучил его привычки и слабости. Брянцев говорил, я без Сиренко как без глаз. А полковник считал себя глубоко несчастным. Он был прикован к штабу. Он жил боем, но не видел боя. Уныло над треснутым голосом он кричал в телефон «Дайте обстановку!» Не было у него ничего в жизни кроме этой исполосованной карандашами карты. Он не ждал ни от кого писем. Дочь его умерла, с женой он давно развелся. Сиренко старался не глядеть на Брянцева, когда тот читал длинные письма. Полковник знал, что жена Брянцева Мария Ильинична живет в розовом домике над Волгой и что в саду у нее яблони. Об этом не раз рассказывал Брянцев. Рассказывал он также, что жена работала в музыкальной школе, но теперь хворает, что она до самозабвения любит их единственного сына Олега. Застенчиво улыбаясь, Брянцев добавлял «Мальчик он хороший». Сын Брянцева был младшим лейтенантом. Теренко как-то сказал генералу «Сын у тебя боевой, только послушай, Николай Павлович, не похож он на тебя». «Молодой, а грустный», и Брянцев рассмеялся. «Я в 20 лет за басмачами гонялся, а он стихи пишет. Он меня в машу». Шла обычная артиллерийская перестрелка. Прилетела рама, пошумели зенитки, в блиндаже зажгли лампу. Брянцев отдыхал. Сиренко перечел сводку, поговорил по телефону с майором Соболевым и вдруг забеспокоился. «Надо обязательно языка достать», сказал он Брянцеву. Что-то они задумали, почему они перебросили танки в лесок у завода. Сиренко впился длинным ногтем в зеленое пятнышко. он не отрываясь глядел на красные и синие круги, на стрелы, ромбы, спирали. Карта для него была нотами, он ее слышал. Было это в душный летний вечер, когда люди, изнывая, ждали грозы. Брянцев пил из кувшина теплую воду и говорил «Хорошо, если начнут. Я вот только боюсь за Смирнова, народ у него не обстрелянный». Около полуночи вошел возбужденный адъютант. «Товарищ генерал, разведчик здесь, фельдфебеля приволокли». Брянцев радостно закричал «Тащи его сюда!» Брянцев привел лейтенант Хомяков. Он начал докладывать «Товарищ генерал, на обратном пути?» Брянцев оборвал «Потом скажете. Надо его допросить». Немец походил на утопленника. Зеленоватое лицо, мутные безжизненные глаза. Бледным сухим языком он облизывал губы и повторял «Я ничего не знаю. Я казначей». У Сиренко был очередной припадок. Не стеркев боли, он выругался. Немец вздрогнул, облизал губы и вдруг сказал «У меня дети. Начнут в три часа тридцать четвертый полк и танки. Только не нужно меня убивать». Сиренко сразу забыл о боли. «Видишь, танки у завода? Ясно. А тридцать четвертый это против Смирнова». Все завертелось. Сиренко ругался «Розетка! Дрыхните вы там, дайте акул, живее!» Брянцев крикнул «Алеша, заводи!» Он сказал Сиренко «Я поеду к Смирнову». «Не знаю, как там будет со связью, сейчас поговорю с Сердюком. Разведчик здесь?» Лейтенант Хомяков неестественно громко выприкнул «Товарищ генерал, разрешите доложить, при переходе через линию высоты 110 гвардии младшей лейтенант Брянцев погиб смертью героя». Он выговорил это одним духом и утер ладонью лицо. Сиренко крикнул «Что?» В блиндаже было очень тихо, только вслипывал пленный. Заговорил Брянцев «Иван Сергеевич, ты скажи Сердюку начать в 2.00, а я поеду». Сиренко заметался «Николай Павлович, как же ты?» Виллис резком понесся по ухабам. Нечем было дышать, а сухая растрескавшаяся земля, освещаемая фарами, казалась снегом. Еще было темно, когда орудия разодрали ночь. Потом расцвело, но земля была покрыта дымом, горел ельник, столбы пыли вращались как фонтаны, четыре часа двинулись немецкие танки. И соник описывая битву, видит большую панораму. Батальоны, полки, дивизии, батареи, громящие пулеметные гнезда, прорыв танков, командиров на командном пункте, отдающих приказы, продвижение одного, ошибку другого, чередование атаки, контратак, опрокинутые боевые порядки, застывшие трофеи, и над всем этим солнце победы, холодный торжественный гист. Солнце в тот день было жгучим, как уголь, но люди не замечали его ожогов. Такой была боевая страда. Участники битвы не могли ее обозреть. Они видели крохотный клочок земли, поле, изрытое воронками, обломанные березовые рощи, несколько разрушенных домов, а враг пустошь. Это нужно было удержать или захватить, за это умереть. Смирнов отбил первый удар. Немцы бросили танки на Журавлева. Брянцев угадал маневр. Он успел подкинуть два батальона в Ивановку. Танки прошли, но пехоту остановили. Повар Яковенко осолбенел, видав перед собой тигра. Бронебойщики подбили семь танков, остальные повернули назад. На правом крыле немцы продвинулись до Большаков. Подвечер с фланга ударил Соболь. Били ручными гранатами, штыками, прикладами. Брянцев неистов ствовал «Отстают с огнем! Дай мне сердюка!» Час спустя он кричал в телефон «Умельницы! Ты меня слышишь? Умельницы!» И вскоре бомбардировщики прошли над его головой. В воздухе шли свои бои, как будто люди недовольства и землей хотели завладеть облаками. Капитан Шепелев дотянул до аэродрома. Из рукава его капала кровь. Он сказал «Запиши два мессера». А Бирюка сбили. Сержант Красин, в прошлом бухгалтер Масторга, раненый миной, дополз до воронки, там он умер. И перед смертью ему все казалось, что он дома. Пришли гости и шумят, шумят. Хирург Ройзен в забрызганном кровью халате при тусклом свете лампы пилил ногу капитана Рашевского. Это была шестнадцатая операция за день. Засыпала рация Наумова. У него шла кровь из ушей, но он раздельно говорил «Артамьян просит коробочки, коробочки, коробочки». Три бойца вели пленных. Они припадали к земле при разрыве. Потом шли и снова падали. Старшина Васильев ухмылялся «Эх, фрицы!» Он поджег танк и майор Соболь ему сказал «Сегодня же представлю». Старший лейтенант Беляев нервничал. В его роте осталось не больше двадцати человек, а Беляеву казалось, что немцы где-то прорвались, а Брянцев заделывал бреши, направлял удары с воздуха, перебрасывал полки, придвигал и отодвигал артиллерийский огонь, срезал клинья, подгонял машину, терзал телефон и приподымал всех своей неуемной силой. Сиренко заносил на карту различные фазы битвы. «Опять я позади», в тоске думал он. Коптилка вздрагивала от разрывов. Он отмечал каждое движение, он знал, что противник подбросил на правый фланг новый полк, снятый недавно с другого фронта. Он знал, что у Смирнова большие потери, он знал, что Брянцев ни на минуту не потерял спокойствие. Восхищенно Сиренко говорил себе, наступают немцы, а инициатива в руках у Брянцева. Вдруг он оторвался от карты, вспомнил глаза Брянцева, когда тот услыхал о смерти Олега. Он смутно подумал о счастье. Засвистал телефон и Сиренко крикнул, дайте Брянцев приехал поздно вечером, когда в битве наступила пауза. Он загрохотал. Ты бы посмотрел возле Ивановки, там их помяли. В общем, нигде не прошли. Подсчитали девятнадцать танков и, понимаешь, шесть тигров. Что Фомин говорит, подбрасывает? Замечена колонна у Балашовки. Тридцать машин. Сосед в девятнадцать ответил, что пленные из прежних частей продвинулись они только у Журавлева до мельницы. Завтра восстановим. Ты бы прилег хоть на час, Иван Сергеевич. Вид у тебя поганый. Болит? Ничего не болит, Сиренко рассердился. Ты лучше о себе подумай. Отдыхай. Брянцев сел и другим необычным мягким голосом сказал. Попробую Хомякова вызвать, узнать, как случилось. Он молча ждал Хомякова, курил за папиросой папиросу, а Сиренко заслонился газетой, боялся, что его присутствие в тягости брянцеву. Товарищ генерал, гвардия лейтенант Хомяков сегодня у битвы Ивановки. Разрешите быть свободным? Брянцев подсел к Сиренко. Давай поработаем. Есть у меня план насчет Журавлева. И неожиданно для себя он сказал. Не знаю, как Маше напишу. Сиренко увидел, что глаза брянцева всегда живые и веселые, полны слез. Брянцев смутился. Глаза у меня болят. Придется завести очки. Старость, Иван Сергеевич. Они начали работать. Удив капитана Волкова. Откуда такие берутся? Воскликнул капитан Волков. Тот, кому относились эти слова, невзрачный человек с жирным угреватым носом, подтянул штаны и удивленно посмотрел на капитана. Это вы про меня? Я ближний из Бурынского района, отсюда будет 40 километров. Казалось, он не понимает, почему женщины хотели его растерзать, почему офицеры смотрят на него с любопытством и отвращением. Это был полицай Геннадий Калюта. Бойца отбили его у разъяренных крестьян и привели их к командиру. Вы говорите, что бросали детей в могилу? переспросил Волков. Не бросал, клау. Немец фамилия Беккер, он здесь распоряжался, а я человек маленький, мне они за август не уплатили. Лейтенант Горбенко выругался, в тенях возмущенно шумели женщины, а Волков глядел на полица и как будто хотел найти в его мутных глазах разгадку. Это был прекрасный осенний день, когда небо кажется особенно высоким, когда шумом падают зрелые яблоки, когда листья пурпуровые, оранжевые, бледнолимонные напоминают о неистекаемых богатствах земли, и когда повзрослевшие телята, будто предчувствие тяготы зимы, напоследок носятся по жневью. Ни сожженные хаты, ни острова грузовиков, ни та грусть, которую война подмешивает в любой пейзаж, не могли омрачить красоты мира. Для Волкова это был долгожданный день победы. На рассвете его батальон выбил из села немецких автоматчиков. Еще толпились восхищенные дети вокруг усталых бойцов, еще валялись у дороги немцы неестественно маленькие, как бы спрессованные смертью. Один из них в дымчатых очках лежал навзничь под ярким солнцем, и Волков подумал, чудно, что не разбились очки. Теперь они покатятся, говорил себе Волков, а там иконотоп. Смутно он подумал, неужели Киев? И сразу увидел зеленые глаза Ольги, родинку на шее, марева летнего дня. Когда они расстались, Ольга подымалась по крутой улице, она оглянулась и что-то сказала, он не расслышал. Сколько раз он упрекал себя, почему не переспросил. И вот путь на Киев. Да, час тому назад он был счастлив. Потом привели этого человека, и сразу стало темно в хате, померкли цветы на рушниках, почернели лица товарищей. Только на войне Волков понял, как был прежде счастлив. Он помнил все, сверкало солнце на крашенных половицах, в палисаднике цвела персидская сирень, смеялись девушки. Старый профессор говорил о радиобурях. В театре от любви умирала травиата, а когда шел на Днепре лед, хотелось кричать от радости. Он знал, что встретит Ольгу задолго до того, как они встретились. Все в нем было готово для нежности, для ревности, для страсти. На даче было жарко, пахло смолой. Раскрасневшись, Ольга просила «Не смотри». Потом родился сын. У Пети были такие ясные глаза, что Волков, глядя в них, думал «Вот он, человек». Он потерял Ольгу, как мир потерял счастье. Может быть, она успела выбраться из Киева, ищет его, пишет письма без адреса. Может быть, томится на крутой улице, прислушивается каждому шороху, дышит слухами, ждет. А может, ее убили. Волков пережил два черных лета. Они шли на востоке, в тоске отворачивались от подымавшегося солнца. Он свыкся с горем, но никогда он не заглядывал в те закоулки, где живет низость. Он видел виселицы, трупы детей, слышал рассказы о зверствах. Это делали немцы. И он не спрашивал себя, откуда они взялись, не пытался заговорить с пленными. Но вот этот с жирным носом родился в такой же хать. Мать звала его гений, он играл в снежки, пел любимый город. Как они вас купили? Если точно сказать, давали 360 в месяц и буханку на два дня, а за август и вовсе не уплатили. Зачем вы убивали своих? Я вам говорю, товарищ начальник, я никого не убивал. Беккер убивал, это точно. Еще приезжал сюда переводчик, фамилия Краус, а я что приказывали, то и делал. Что же вы делали? Я характеристики давал. Лейтенант Горбенко снова не вытерпел. Сволочь, что с ним разговаривать, но Волков продолжал. Какие характеристики? Это значит на кого? Вот я дал характеристику на Климову Анастасию Филипповну, что состояла бухгалтером колхоза Завета Ильича. Деккер ее расстрелял. Это на Пасху было, а мне он сказал, чтобы я еще выявил. Я дал характеристику на старика Фомиченко. Он говорил против немцев, и сын у него коммунист в армии. Они его тоже прикончили. Потом я болел два месяца, а только встал, они мне сказали, что снова нуждаются. Я дал характеристику на одну женщину, эвакуированная, фамилия Швец, проживала в районе с ребеночком, а на ребеночка я характеристики не давал. Краус убил ее и ребеночка. Волков резко поднялся и вышел из хаты. Женщины кричали, зачем гада спрятали? Он не слышал, он не замечал детишек, которые шли за ним и восторженно верещали, звездочек-то сколько, генерал. Он опомнился, только когда Горбенко спросил «Двигаемся?» Волков развернул карту и стал объяснять «Твои должны выйти на большак вот здесь у рощи». Горбенко спросил «Что с тобой? Болен?» Волков махнул рукой и не ответил. Вскоре после этого был тяжелый бой за станцию. Полковник нервничал, каждый час звонил «Черт знает что!» «Там их одна рота, а вы топчетесь!» Волков оставил Горбенко в роще. Другие роты он перекинул на левый фланг. Чуть расцвело, пошли. Разведчики подвели. Немцев было не менее шестисот. Осколком мины убила лейтенанта Резника и третья рота залегла. Немцы уже думали, что отбили атаку, когда бойцы снова ринулись вперед. Ними бежал Волков. Возле водокачки немцы его окружили. С капитаном было не больше двадцати автоматчиков. Волков ругался темной и горячей руганью. Он бил из автомата и такая была в нем злоба, что уж полегли все немцы, а он еще строчил и ругался. Потом он вытер рукавом лицо, оглядел насыпь. Убитые валялись как лоскуты. Из рощи выбежала вторая рота. Горбенко ликовал, ты только посмотри, сколько набили. Сейчас надо трофеи подсчитать. Всех представят, увидишь. Волков ответил, набили. Но живых еще много. Когда хоронили лейтенанта Резника, Волков должен был произнести речь. Прежде он умел хорошо говорить, его всегда выпускали на собраниях. Теперь он мучительно оглядывался по сторонам, как будто искал слова. Наконец он сказал, «Всех перебьем!» И залп автоматчиков прозвучал как «Аминь». Его батальон дрался под Киевом. Гвоздь дым и пыль Волков видел родной город. Он узнавал песок, сосны, дачи. Он ничего больше не ожидал, он знал судьбу Ольги. Ненависть росла в нем, как ребенок в животе женщины. Она ворочалась и стучалась в сердце, от нее он задыхался. Лейтенант Серошевский говорил, «Я к нему подойти боюсь, молчит, что-то с ним случилось, помнишь, у станции, он ведь на рожон лез, пули от него отскакивали, честное слово». «Будь я газетчиком, я написал бы, что и смерть его испугалась. Ему полк собирается дать, а он и не улыбнется. Вот и скажи после этого, что такое жизнь?» Горбенко просыпал табак и заворчал безобразие. Нельзя было понять, на кого он рассердился, на свои окоченевшие пальцы, на Волкова или на жизнь. В Москве праздновали освобождение Киева. Розовые и зеленые ракеты освещали на углах улиц радостно возбужденных людей. В хате офицеры отогревались чаем. Водки, как на грех, не было. «Теперь и жена моя познакомилась с Богом войны. Каждый день у них салюты», усмехнулся Серошевский. Волков молчал. Он глядел в одну точку. Можно было им залюбоваться. Только было на его сухом лице новой холодной страсти. «Вот и Киев позади», сказал Горбенко. Он подумал, хоть бы Волков что-нибудь сказал, ведь мучается человек. Что с ним случилось? А Волков пытался вспомнить лицо Ольги. Тепло ее сонной руки, тихий смех. Но перед ним стояли мутные глаза колюты. Он жадно глотнул чая и обжегся. Он чувствовал, что его молчание тяготит всех. Ему хотелось сказать друзьям что-то ласковое, но он еле выговорил «Это точно, что Киев позади. Скоро мы их добьем». Он чокнулся чаем и вышел. Небо было все в звездах. Лаяла где-то собака. Он стоял и ни о чем не думал. А ночь была морозной. Тоска У Денисова был один порог. Он любил сквер расловить. До войны он работал в парикмахерской. Бывало, посетитель, закрыв глаза и поддавшись той неге, которая охватывает человека, когда снежная пена размягчает его щеки, вздрагивал. Неужели он так выражается при жене, при детях? А Денисов был одинок, вправлял чужие свадьбы и нянчился с чужими детьми. Жизнь его напоминала чисто прибранную комнату, где никто не засиживается. На фронте он сохранил прирожденное добродушие. В дни отступлений он подбодрял друзей. Скоро мы им! И крепкое слово вдохновляло. Он утешал ревнилого Панина. Обязательно напишет. Ты твою душу на себя посмотри, разве таких бросают? И хотя Панин понимал, что жена его бросила, от слов Денисова ему становилось легче. На Денисова не обижали, знали, что он ругается от избытка чувств. Брея Сидорюка, он грохотал, бабушку твою возьми, ведь эдакую щитину вырастил. И Сидорюк сиял. Когда товарищи вспоминали прогулки с девушками, семейный уют, детский щебет, Денисову казалось, что и он был необычайно счастлив. Он видел круглые фонари у театра и зеркала парикмахерской, которые уводили человека в голубой таинственный лабиринт. Мир был белым и сладким, как довоенный хлеб. Перемена произошла внезапно. Денисов перестал ругаться и помрачнел. Брея Сидорюка, он спросил, не беспокоит? И Сидорюк в тоске закричал, ты что, рехнулся? Гадали, что с Денисовым? Он отмалчивался, он и сам не понимал, что с ним случилось. Началось это в Никольском. Хозяйка ночью рассказывала, как жилось при немцах. Автоматчики повздыхали, поругались, потом уснули. Глухо, будто про чужое женщина говорила. Я ему сказала, махонькая она, ты Бога побойся, да разве они слушают? Пришла она, молчит, на дверь смотрит, а глаза мутные, будто не видит. Трясло ее. Я хотела прикрыть, вырвалась, кричит, не трогай, утром пошла я во вражек, мы там картошку хоронили, вернулась, а ее нет. Пришел Агапов староста, говорит, твоя-то утопла, и немец с ним, он самый, ногами затопал, матка, это ему молока подавай, крепкий был, рыжий, как кот, несу молоко, у меня руки дрожат. Про доченьку думаю, жить я не могу, на себя озлобилось. Храпели бойцы, и до утра ссорились голодные крысы. Вскоре после этого Денисов принес четыре немецких автомата, коротко доложил, лежат, и показал пальцем. А как было, не рассказывал. Отдал пани на немецкие часики, бери, не то испорчу. Он стал еще мрачнее, и когда Сидорюк попросил побрей, ответил, не могу, рука гуляет. На войне люди быстро привыкают ко всему, и вскоре товарищи свыклись с новым Денисовым молчаливым сумрачным. Говорили, этот куда хочешь пройдет, а слова от него не дождешься. Никто не помнил, что был он балагуром и ругателем. Как-то размечтались, что будет, когда кончится война. Сидорюк вздохнул, дочка-то выросла, не узнает, а потом восторженно завопил, колуны, да разве ты знаешь, какие у нас колуны? Панин до войны хотел стать полярником, писал стихи, он и теперь всех ошарашил, заявив, что изобретет вечный двигатель или напишет роман вроде «Войны и мира». Просили Денисова, что он будет делать, когда вернется домой. Денисов сердито пожевал воздух. Зачем домой? Видимо, он все время думал об одном, а может быть и не думал, только задыхался от тоски, которая росла в его сердце, как опухоль. На один день он выплыл из того тумана, который и в дни славы окутывает миллионы судеб. Наступали среди болот, артиллеристы и пулеметчики остались позади. Генерал приказал во что бы то ни стало выйти на шоссе. Дорогу прикрывала высота, поросшая лесом. Оттуда немцы вели пулеметный огонь. Денисов пополз вперед. Кроме автомата он взял противотанковую гранату. Был сильный мороз, но он обливался потом. Он бросил гранату, упал, через минуту поднялся и, добежав до окопа, стал строчить из автомата. Позади будто гром загрохотал. Это шли наступающие. Вечером Денисова вызвали к генералу. Денисов глядел из-под лобья, словно ждал, что его будут ругать. А генерал улыбался. Орел, без тебя весь день протоптались бы. Девятнадцать орудий, штабные документы, понятно? Ты, говорят, лейтенанта изрешетил. Денисов поглядел голубенький конверт, бутылка с одеколоном. Он вспомнил прошлое, зеркала, огни, вальс. И неожиданно для себя он сказал «Мне, товарищ генерал, только бы бить. Лейтенант этот рыжий был». Генерал рассмеялся. «Рыжий или сивый, главное, что немец? Орел, ничего не скажешь. Орел!» Фотографию Денисова поместили в армейской газете. Он лихо улыбался. Никто не знал, сколько трудов стоила фотографу эта улыбка. Денисов все чаще и чаще видел прошлое. Воспоминания его не веселили. Он угрюмо думал, до чего было хорошо. Под выходной танцевали, ходили в театры. А если и горевали, то смешно вспомнить о таком горе. Комнату другой перехватил или соперник отбил Шурочку. «Болен ты?» сказал Денисову Сидорюк. «Нет, ем, сплю, все как полагается». В одном селе угостили Денисова яблоками. Он с детства любил запах Антоновки. Бывало, надкусит и не ест, нюхает. А теперь он взял яблоко, понюхал и вдруг подумал, может быть, я вправду болен? Ничто не могло его развлечь. Тоска росла, и не отпускала. Он должен был погибнуть. Это случилось в день оттепели и той тревоги, которая предшествует большим боям. Утром немцы начали контрнаступление. Денисов пошел в разведку и не вернулся. Только теперь товарищи поняли, как к нему привязали. Сидорюк вспомнил, сидит, молчит, а сердце у него разговаривает. Панин написал стихи о Денисове, хотел послать в газету, потом растердился, порвал. Приволок языка золотушного ефрейтора и всю дорогу кричал, ух, гады, какого человека загубили. прошло два месяца. Много было боев, жертв, вернули потерянную территорию. Сидорюка тяжело ранило. Пришло пополнение. В роте мало кто вспоминал Денисова. Из пополнения никто его не знал. Два дня дрались за рудню. Наконец немцев вышибли. Из леса повыползали женщины с детьми. Панин сушил в хате портянки. Как когда-то в Никольском храпели товарищи, пищали крысы, и хозяйка рассказывала про немцев. Панин давно привык к этим бесконечным тоскливым повествованиям, похожим на ветер, который томится в печной трубе. Пытали, а он молчал. Бросили его у колодца, где ваша машина застряла. Весь порезанный лежал с выпущенными кишками. Я к нему подошла, плачу. Смерть тебя принимать не хочет. Он открыл глаза, говорит, я бы рад умереть, да не умирается. Жизнь, значит, в нем сидела. Стою я и думаю, сынок у меня такой. А тут идет немец, он, значит, поднатужился и как плюнет в немца, кровью плюнул. Душу свою облегчил, смотрю, а он и не дышит. Панин вдруг вскочил, стой, да ведь это Денисов. Не спросила я, как звать. Большой был выше тебя, а волосы черные. Женщина повела Панина на околицу, желтели первые цветы, во враге еще лежал снег, серый и призрачный. Здесь схоронили. Панин выстрелил из автомата, его веселые непутевые глаза наполнились едкими злыми слезами. Джо Я знал Джо до войны. Это был молодой пес, который, высунув язык, носился по заснеженным переулкам за Москворечья. Видимо, его предки не отличались родовой спесью. У Джо были кривые короткие лапы и косматая непомерно большая голова. Мальцева дразнили, где вы такого лауреата достали? Даже Тамара говорила, я понимаю, завести хорошую овчарку. Она любила театр и красивую жизнь, а Мальцев был сутулым, неразговорчивым филологом. Его увлекали толстые и скучные книги. Джо знал, что нельзя тревожить Мальцева, когда он сидит у стола. Порой это было очень трудно. Звонили, и хотелось с бодрым лаем кинуться в переднюю, или с кухни доносились дивные звуки, Лена скребла сковородку. Но Джо не решался приоткрыть дверь. Он только посапывал от душевного напряжения. Мальцев почта у нас собачьи. Мальцев молчал. Он знал, что никто не поймет его привязанности к этой криволапой кудластой дворняжке. Пришла война, и Джо очутился вместе со своим хозяином в лесу Смоленщины. Майор Соколовский острил, вы, может быть, немцев думаете испугать? Мальцев кротко отвечал «Джо не дурак». Рассказывая об этом, Соколовский хохотал «Лейтенант Мальцев рассчитывает на стратегические способности своего мопса, честное слово». А Джо тем временем бегал между деревьев и разрывал прелые листья. Он еще не понимал, что такое война. Потом все затряслось. Земля полетела к небу. Мальцев лежал в грязи и это особенно испугало Джо. Он почувствовал, что происходит нечто ужасное. Люди глядели на небо. Джо тоже поднял голову и, не выдержав, завыл. Мальцев рассмеялся. «Что, брат, струсил?» Увидев веселое лицо хозяина, Джо успокоился. Он даже стал бить хвостом о землю, обрадованный и пристыженный. Но тогда снова раздался грохот. Джо увидел, что один из товарища Мальцева схватился за голову. И Джо овладел страх. Ему хотелось убежать, но он тихо лежал, прижав голову к земле и не сводя глаз хозяина. «Убежать?» «Нет, Джо не подлец. Он не будет выть», Мальцев сказал ему «тише». Джо еле слышно повизгивал. Он понял, что жизнь изменилась, что больше никогда не будет ни коврика, на котором он спал, ни когда Мальцев шуршал страницами книги, а Джо снились чудные сны, то сосиски выпавшие из кошелки старухи, то погоня за кошкой. Так Джо победил страх. Налетели бомбардировщики, рвались снаряды, противно, будто кто-то стучит в дверь, трещал пулемет. На мине взорвался грузовик, Джо знал, что смерть повсюду, в небе и на земле. Но Мальцев не боится, значит, не нужно бояться. Хозяину тоже нелегко. Наверное, ему приятнее читать книги или гулять по набережной с Тамарой. В Москве Джо порой забывал про хозяина, когда гонял галок или когда дрался с нахальным бульдогом, проживавшим в том же переулке. Здесь Джо не отставал ни на шаг от Мальцева. Он любил его той простой, всепоглощающей любовью, которую люди снисходительно называют собачьей и по которой они тоскуют всю свою жизнь. Мальцев не сразу привык к фронтовой обстановке. Смерть его не пугала, но он боялся, что не сможет как следует воевать, не найдет слов, способных приподнять бойцов. Был он человеком книжным и малообщительным. Тамара писала редко, и письма были холодными. Мальцев знал, что пройдет месяц-другой, и она перестанет писать, ведь никогда она его не любила, только позволяла любить себя. Время было тяжелое, приходилось отступать, люди спрашивали друг друга, когда же их остановят. Мальцев воевал, сжав зубы. Джо напоминал ему о прежней счастливой жизни, о книгах, мечтах, о молодости. А Джо переменился. Он теперь казался неизменно озабоченным. Давно привык он к артиллерийскому огню, научился ползти по открытой местности, прятаться в воронках. Как-то в деревне рыжая собачонка сунулась к нему с вызывающим лаем. В былое время Джо не уклонился бы от драки. Был он вспыльчив, но теперь он прошел мимо, даже не отругнувшись. Он спал в палатке и проснулся от того, что Мальцев его погладил. В ту ночь Мальцеву было особенно горько. Накануне один из бойцов сказал, да разве их остановишь? Мальцев знал, что немцев можно остановить, но слова молодуши остались в голове, как привкус во рту. Они не давали уснуть. Джо понял, что значит эта неуклюжая скупая ласка, и он прижал свой сонный шершавый нос к ладони Мальцева. Зима в тот год была ранней и суровой. Когда Мальцев ходил на КП в деревню Журавлевку, Джо поджимал озябшие лапы. Больше недели они стояли на холме у замерзшей речонки. Джо перебегал от одного пулемета к другому. Бойцы с ним свыклись, он придавал видимость уюта и спокойствия. Джо в тот день было холодно и грустно. Он не понимал, почему они не идут в деревню. Там толстый майор, он каждый день играл с Джо, а сегодня что-то случилось. Джо не знал, что немцы прорвались к дороге на Круглова. Он не знал, что есть приказ стоять насмерть. Джо только видел, что Мальцеву не до него и, прижав виновата уши, Джо старался стать незаметным. Мальцев был внешне спокоен, но все в нем кипело. Боеприпасы на исходе. Нужно открыть арт-огонь по дороге на Круглова, рация не работает, проволочная связь оборвалась. Мальцев попробовал послать двух бойцов в Журавлевку, одного убили, другой приполз, назад раненый. Мальцев не думал ни о себе, ни о товарищах, он был одержим одним, остановить немцев, открыть огонь по дороге на Круглова, в этом был весь смысл той жизни, которая прежде ему казалась непостижимо сложной. И вдруг Мальцев понял послать Джо. Он смастерил из рубашки маск-халат для собаки, кошельнику привязал записку, боеприпасы кончаются, продержимся до 16.00, огонь по дороге на Круглова, левее рощи. Он показал Джо, беги, к майору беги. Но Джо не понимал. Он видел, что хозяину нужна его помощь, но не знал, что он должен сделать. Не отрываясь, он глядел на Мальцева, и в его собачьих глазах была тоска. Тогда Мальцев дал ему старую газету, оставленную на раскурку. Джо схватил зубы газету и поглядел куда. Он догадывался, что нужно пойти в деревню, куда ходил каждый день с хозяином. Мальцев приказал «Беги!» и Джо пополз. До Журавлевки было три километра. Джо полз, останавливался, нырял в снег и снова выплывал. Он боялся потерять газету, и ему трудно было дышать. Вначале он полз ложбинкой. Потом начался подъем. Джо хорошо помнил дорогу. Было тихо, Джо дополз до высоты, когда начался обстрел. Он свернул направо и стал ползти зигзагами. Так он ходил с Мальцевым. Вдруг он почувствовал сильную боль. Он замер. Осколок мины раздробил его задние лапы. Он лежал недвижный. Потом сознание вернулось к нему. Он взвизгнул и сразу вспомнил, нужно отнести газету. Он напрягся и пополз, вернее поплыл, загребая снег передними лапами. Он поспел вовремя. КП перебирался на новое место. Майор, прочитав записку, крикнул «От Мальцева!» «Происходило это в крайней избе, где жил майор. Свяжись Третько! Пирогову скажи левее рощи!» Майор был взволнован и торопил адъютанта. Возле избы стояла М. Майор, вовремя Джо, а он видел, что газета, ради которой он приполз сюда, валяется на полу. Он тявкал, хотел сказать «Подымите газету!» Но людям было не до него. Майор и трое других вышли из избы. Джо остался один. Он с трудом пополз, хотел вернуться к хозяину, но не смог открыть дверь. Он пролежал в этой избе вечер, ночь и день. Его мучила жажда. Сухим языком он лизал разбитые лапы. Шумели тараканы. Джо с тоской думал «Где Мальцев?» Снова стемнело, и пес почувствовал всю он хотел завыть, но не смог. Он забылся, ему показалось, что он щенок, а мать ушла. Он искал ее и не мог найти, и в бреду он плакал. «Где Мальцев?» А Мальцев был счастлив. Когда начался обстрел дороги на Круглова, он понял, что Джо добрался. В 16.00 было уже темно, и рота Редько пришла вовремя. Мальцев спросил, где собака. Никто не знал. Редько пришел из Некрасовки. На рассвете немцы пробовали атаковать, их отбили. Потом пошли в атаку две роты, Мальцева и Редько. Им удалось отбросить немцев от дороги на Круглова. Когда стемнело, Мальцев отправился в Журавлевку. Связи не было, и он думал, что КП на старом месте. В пустой избе, где прежде жил майор, он увидел Джо. Пес очнулся и хотел скачить, но не мог приподнять головы. Только хвост его чуть вздрогнул, и все, что было в его собачьей душе, выразилось в глазах. Он взглянул на Мальцева. Мальцев отвернулся. Потом он наклонился, погладил Джо, помолчал, еще раз погладил и, выхватив из кобуры револьвер, выстрелил. Он вышел из избы, не оглядываясь. Нужно было разыскать КП. Теперь Мальцев подполковник. На его груди ленточки орденов и ранений. Кто узнает в этом уверенном опытном командире застенчивого филолога? Он нашел путь к сердцам людей, узнал крепкую дружбу, полк для него стал домом. Он многое видел. Он видел кровавый дым над Сталинградом и колодец с детскими трупами. Его глаза приобрели тот тяжелый тусклый блеск, который выдает людей, видевших больше, чем положено человеку. Недавно я с ним встретился. Мы весь вечер проговорили в темной сырой землянке о верности и ветренности, о том, как трудно распутать клубок себя любия и благородства. Мы вспомнили довоенную Москву, тихий переулок за Москворечи. Тогда Мальцев сказал мне, вас это удивит, но я не могу забыть глаза Джо, когда он увидел в моей руке револьвер. Слава на поле боя рядом с трупами с покалеченным оружием, с обрывками газет и клочьями белья валяются письма в розовых и голубых конвертах или сложенной треугольником, на линованных листочках, вырванных из тетради или на обороте накладной. Они похожи на лепестки. Человеку, занятому нечеловеческим делом, они напоминают о жизни. Люди на войне говорят о разном, о дожде, о каше, о верных и неверных женах, о пройдошливом бухгалтере колхоза. Они не говорят о войне. Как умел рассказывать Лукашев о своем доме? Даже недоверчивые умилялись. Новая Ильинская казалась раем. Там обрыв над речкой, ребятишки полощутся в воде и кричат, а над обрывом дом Лукашева. Полногрудая сероглазая Маша, раскрасневшись, стоит у печи, ходики стучат, будто сердце бьется, а мед, душистый мед, под ледяным ветром калмыцкой степи рассказывал Лукашев про пасеку, и людям мерещилась гречиха к цвету, среди метели жужжали пчелы или пчелки, как говорил Лукашев. Много верст прошел Лукашев, был яркий осенний день, и песок сверкал, как снег. Река показалась Лукашеву такой широкой, что он вздохнул, а товарищи весело кричали, шутка ли дойти до Днепра? Лукашев нашел среди лозы скверную лодчонку, его мучило нетерпение, капитан сказал, украинцы просятся, Лукашев рассердился, я вот Тамбовский, он торопился, как будто на том берегу его дом. Плыли они долго, течение относило лодку, у Лукашева руки были в крови, немцы стреляли, и река шыркала, потом осколок пробил корму, вода засвистела, Лукашев пустился в плавь, на лбу его вздулись жилы. Доплыл, восхищенно говорили товарищи, имя Лукашева повторяла телефонистка, оно вошло в хату, где четыре генерала сидели над картой, долетело до Москвы, проникло в накуренные комнаты редакции, спустилось в наборные, а наутро пошло колесить по необъятной стране. Прочитав газету, Маша заплакала. Глупая, сказал отец, чего плачешь, видишь, чин у него какой. Она ответила, это я сдуру, и улыбнулась, а слезы текли и текли. Она вспомнила мужа, как он читал газету, война в Испании. Образ Лукашева расплывался, и от этого хотелось еще сильнее плакать. Вечером на сыром песке сидели люди. Небо было в огнях, зеленых и оранжевых. Переправу долбит, сказал Лукашев и закурил, снова начал рассказывать. Приехал пионерлагерь, вожатая с ними, киевская. Разве я тогда думал, что судьба сюда приведет? Вечером ребята разожгут костер и поют. И она пела. «Бывает ведь у человека такой голос, дрожь берет». А Маша смеялась. У нее всегда так, схватит за сердце и смеется. Я спрашиваю, откуда песни такие? А она загрохотал мотор. Все подтянулись, думали, генерал. Но из машины вышел незнакомый офицер, спросил, где Лукашев. Это был Дадаев, военный корреспондент и писатель. Лукашев подошел к нему. «Здесь, товарищ майор?» Дадаев улыбнулся. «Замечательно. Я от газеты. Да и сам хочу поговорить по душам». Лукашеву стало неуютно. Слава его томила. Он рвался в безвестность, как птица в зеленую тень лес. Дадаеву сказали в редакции, нужно показать героев переправы. Он стал расспрашивать Лукашева. Тот отвечал коротко и сухо. Доплыл, потом подоспели другие. Обычное слово «охотливый» он притих. Он знал, что товарищи теперь говорят «повезло», о нем Дадаев напишет. И от этого было скучно, хотелось поскорее вернуться к друзьям, да сказать про вожатую. А Дадаев не унимался, чем-то привлекал его этот скромный спокойный человек. Писателям нравятся люди, которых они никогда не смогут описать. А жизнь в книгах Дадаева была громкой и бурной. Он не умел говорить шепотом, не разбирался в оттенках. Войну он видел жестокой и прекрасной. Он был смел и, выбирая самое опасное место, дразнил смерть. Многие считали Дадаева злым, но он мог оттолкнуть друга обласкать первого встречного. Люди для него были только частью пейзажа. Он был одарен, писал занимательно, писал то, что от него требовали. Нет угодливости от глубокого равнодушия, которое скрывалось за горячими речами и безрассудными поступками. Он не любил ни той женщины, из-за которой пытался кончить жизнь самоубийством, ни старика отца. Любил ли он искусство? Он думал только о нем. Испытывая творческую неудачу, он терзался, как злополучный игрок. Ставкой была слава. Когда приятель его упрекнул в тщеславье, он серьезно и печально ответил, может быть, и слава щита. Он гордился умением раскрывать сердца. прославленный ас признался ему, что он суеверен как бабка. Седой полковник посвятил его в свои сердечные неурядицы. Почему же не мог он разгадать этого человека с голубыми доверчивыми глазами? Вы с Голубенко поговорите. Он в ту ночь три раза переправлялся. Дадаев улыбнулся. Я про вас хочу написать. Жена вашу прочитает. Лукашев вздрогнул, он забыл, что перед ним писатель. Засмеется, остысковалась, ведь третий год. Наконец-то Дадаев узнал его тайну, услышал и про Машу, и про пчел, которые жужжат. Стало светло от ракет. Близко разорвалась бомба. Дадаев курил и рассеянно улыбался, а Лукашев прижался к песку. Он думал, почему Дадаева не пугает смерть. Вы, товарищ майор, семейный? И да, и нет, Дадаев встал. Ладно, поговорили, мне еще нужно на капе. Лучше переждите до утра. Дорога-то лесом, еще не прочистили, вчера грузовую обстреляли. Дадаев пожал плечами, доеду. Он пошел к капитану, тот попросил, если есть местечко, подкиньте Лукашева, его полковник требует. Темно было и в поле, но, добравшись до леса, они почувствовали, что въехали в ночь. Фары вырывали из темноты, то глетчеры песка, то деревья, похожие на исполинов. Мир казался невиданным. Лукашев сидел рядом с Дадаевым. Ему хотелось поговорить, но он боялся, что наскучил писателю. Зачем его вызывает полковник? Снова будут спрашивать. Сжимая автомат, Лукашев глядывался в ночь. Лес жил. Вдруг убьют Дадаева. За два года Лукашев присмотрелся к смерти, но от мысли, что могут убить знаменитого писателя, он взволновался. Вспомнил, как весной убили подполковника Анохина, и все говорили, что погиб замечательный инженер. Лукашев тогда отнес в штаб его документы, а среди них фотографию маленькой девочки с косичкой. Лукашев ежился. Ночь была сырой и холодной. Товарищ майор, отдыхаете? Дадаев не ответил. Он чувствовал себя разбитым, как будто услышал потрясающую исповедь. А что рассказал ему Лукашев? Дадаев усмехнулся. Придется писать о пчелах. Потом он задремал. Очнулся он от выстрелов. Лукашев заслонил Дадаева. Машина не остановилась. Хватив автомат, Дадаев почувствовал кровь. Дадаев дал очередь. Из темноты еще стреляли. Потом наступила тишина. Дадаев стал ощупывать Лукашева. Он крикнул «Стой!» Но шофер по-прежнему гнал машину. Дадаев расстегнул гимнастерку Лукашева. Сердце не билось. Дорога была в ухабах. Лукашев подпрыгивал и падал на соседа. И впервые за войну Дадаев испытал тот ужас, от которого воют собаки и несут лошади. Когда пришло извещение о смерти мужа, Маша не вскрикнула, не заплакала. Она пошла к обрыву, постояла и вернулась. Долго она не могла осознать происшедшее. Прибирала, шила, ездила в город, чтобы оформить документы. Ей казалось, что муж жив. Прежде он представлялся ей далеким, а теперь она с ним разговаривала, прижималась к нему. И вдруг не было для того повода, она закрыла лицо руками и беззвучно заплакала. Поняла, что он никогда не вернется. Она как будто взошла на гору, увидела свою прошлую и настоящую жизнь, знала, что придется работать, разговаривать, может, и выйдет за другого, но будет это не прежняя Маша, а счастье, настоящее счастье позади. О смерти Лукашева мне рассказал Дадаев. Он был в тот вечер непривычно печален. Говорю, я пробовал это описать, не вышло. Насчет пчел получилось нарочито, как в басне. Очевидно, это не моя тема. А странно, Лукашев первый человек, который умер у меня на руках. Кстати, о пчелах. Почему поэты любили сравнивать себя с пчелами? Не похоже. Люди не цветы и книги не мед. Вообще, наше дело лотерея. Иногда соврешь, и читатели плачут. А с Лукашевым я действительно все пережил. И получился рассказ о пользе пчеловодства. Он пил. Это было густое вино юга, от которого люди с легким сердцем веселеют. Дадаев от него еще больше помрачнел. Вам это покажется смешным, но я часто думаю о смерти. Должно быть, я слишком рано узнал славу. Это женщина из мрамора. Вместо глаз у нее ямы. Мне холодно, как тогда Лукашеву. Сейчас горячий летний полдень. От зноя воздух дрожит. Я думаю о Лукашеве. Он мне кажется живым. Я хотел бы сказать об этом Маше. Я не знаю, в чем он продолжает жить, в ее ли сердце, или может быть в жужании пчел, которые тяжелеют над цветущими полями. Но я знаю, что он не умер. и не мог умереть. Искусство Что такое Франция? Может быть это петухи на сельских колокольнях, или ярмарка, где кружатся голубые кони-карусели, или деревянный кувшин, опоясанный медными кольцами, а в ней густое терпкое вино. А может быть Франция это звонкие имена деревень, ой и львов и львов и хохотушка марго, которая в деревянных башмаках прошла по всей Лорене. Для Пьера Франция была длинным залом театра, где в тумане мерцали сотни глаз. Каждый вечер он пел, я хотел бы сказать про ласку, но нет в моем сердце слов, как зимой не найти ни красных, ни синих, ни белых цветов. Зрители смеялись или плакали, аплодировали, свистели, целовались, ели апельсины, грызли китайские орешки и упоенные кричали «Ах, шельма!» Что приключилось в тот страшный год? Стоят, как вкопанные кони карусели. Пустой кувшин растрескался и говорят, что бедняжка Марго увяло в далеком Гамбурге. А театр открыт, только публика не та. Немцы не плачут и не смеются. Они сидят неподвижно, как понятые. Тучная брюнетка Жаклин по-прежнему поет о коварстве матроса, хотя нет больше ни матросов, ни тех девушек, которые, слушая песенку, простодушно сморкались. По-прежнему фиже показывают тещу и подвыпившего сенатора. Только Пьера нет. Его заменил Марселес Жюль. Он поет про рыбака, который влюбился в сирену, а поймал осьминога. Немцы равнодушно слушают, потом громко встают и уходят. Пьер иногда стоит возле театра. Он глядит на синюю лампочку, на тень офицера. Пьер знает, что в зале сидят немцы. Он знает, что музы, нарисованные на занавесе, плачут. Он мог бы о многом рассказать, но с тех пор, как пришли немцы, никто от него не слышал ни слова. Он глядит на окружающих кротко и отрешенно. Их речи больше не доходят до него. «Беда», говорит жена Пьера, тихая Мари. «Беда», повторяют сердобольные соседки, а Пьер молчит. Господин Корно возмущен поведением некоторых сограждан. Почему краснодеревцы с мебельной фабрики прикидываются черно-рабочими? Почему учитель словесности стал могильщиком? Почему Леруа, вместо того, чтобы сидеть на электростанции, торгуют зажигалками? Лепцы, они хотят остановить колесницу истории. Кто срывает со стен приказа комендатуры? Кто поджег на запасном пути два вагона? Кто изувечил немецкого вестового? Да может быть тот же Леруа? Ведь неспроста он отказался от высокого оклада. Как неподозрителен господин Корно, ему не в чем упрекнуть Пьера? Бедняга после пережитого оглох и лишился дара речи. Доктора говорят поражение нервных центров. Послушать их выходит, что от всех событий можно даже ослепнуть. А вот господин Корно не ослеп и не оглох. Он поставляет немцам овощные консервы и купил дом на улице Гамбетта. Он говорит, нужно шагать в ногу с веком. Ему хочется прослыть философом, но какие-то зорняки ночью пишут на его двери шлюха. Пьер копал картошку, мыл окна, мастерил из сброшенных жестянок игрушки и сам продавал их на базаре. Ничего не поделаешь, у него жена и сынишка. Давно проданы и буфет, и фраг Пьера, и бирюзовый браслет Мари. Она не была злой. Это бледная и болезненная женщина, похожая на отражение весеннего дня в мутном зеркале. И она любила Пьера. Но порой у нее опускались руки. Нужно раздобыть у Жакоба шмачки, нужно достать картошки или брюквы, нужно вставить стекла. Господи, до чего много нужно человеку? А жизнь цепляется, заедает и скрипит, невыносимо скрипит. И не выдержав, Мари ночью шептала Пьеру, это глупо. Я понимаю, когда упираются генералы или Леруа, но кто ты, куплетист? Ты должен подумать обо мне. Я больше не могу. Пьер гладил ее мягкие волосы и чувствовал, что даже эти волосы несчастны. Он задыхался в своем молчании. Я хотел бы сказать про ласку, но нет в моем сердце слов. Только теперь он понял, о чем пел в дни счастья. Событие, потрясшее город, произошло в ночь на воскресенье. Аптекарь и все жители квартала Сен-Флор проснулись от выстрелов. Утром на базаре только и говорили, что о покушении. Убит шофер, а коменданта отвезли в госпиталь. Около десяти часов утра полицейские начали обыскивать прохожих, проверяли документы. Пьера потащили в комендатуру. Его заперли с другими арестованными, были здесь и крестьяне из соседних сел Иротозеи и священник церкви Сен-Флор. Смеркалось, когда Пьера повели на допрос. Он увидел немецкого офицера рыжего и безбрового с отвисшим затылком. Немец жевал окурок погашей сигары. У окна сидел господин Корно. Взглянув на Пьера, он улыбнулся. Перестарались. «Вот вам, господин майор, забавный казус. этот человек был певцом, а после бомбежек оглох и лишился дара речи. Теперь он не может даже мычать». Немец захохотал, его затылок трясся, как малиновое желе. «Глухой это еще ничего, и Бетховен был глуховат, но певец на положении рыбы это действительно забавно». Он гаркнул, «Рихтер!» А господин Карно, продолжая беседу, сказал, «Я начал бы список с Леруа. Что касается Гижеля, вошел Рихтер, и Пьера выпроводили». Следовало поспешить домой, успокоить Мари, но Пьер побежал на окраину, где жил Леруа. Увидев инженера, он крикнул, «Бегите!» Леруа было некогда думать, «Почему глухонемой заговорил?» Да и Гижель не стал расспрашивать Пьера, кто его вылечил. Пьер вбежал в кафе Кадран, где по вечерам собирались рабочие мебельной фабрики. Не глядя ни на кого, он крикнул, «Кто не поладил с этими господами, уходите!» Наступила тишина. Одиноко прозвучал голос хозяйки. «Господи!» «Да ведь это глухонемой!» А Пьер уже спешил к Мари. Теперь он ей скажет все. Он ничего не сказал. Его задержали, когда, волнуясь, как перед первым свиданием, он поднимался по винтовой лестнице. В комендатуре его долго угрюмо били. Он молчал. Когда его привели к рыжим немцу, он не походил на себя. Его чистое светлое лицо, к которому так шла фрачная манишка, превратилась в сгусток крови. Немец сказал, «Вы плохой актер! Вы не сумели доиграть до конца! Может быть, вы расскажете о покушении на улице Сен-Флор? Или вы еще намерены прикидываться глухонемым?» Пьер улыбнулся. Так он улыбался, когда пел песенку о цветущей вишне. Нестерпимой была эта улыбка на изуродованном лице. Немец отвернулся, а Пьер сказал, «Нет, теперь я могу говорить. Я только не знаю, о чем вы меня спрашиваете. Я не был на улице Сен-Флор. Вы меня принимаете за герой, а я не герой. Я маленький актер, я исполнял куплеты. Конечно, в Париже поют лучше, но когда я пел, люди смеялись и плакали. Это были обыкновенные люди, и в те времена они были счастливы. Они работали, ревновали, ссорились, но все-таки они были счастливы. Они приходили вечером в театр, и вот я, маленький актер, я им пел о вишне, о любви, о счастье. Я только чувствовал, что у меня срывался голос. Сударь, это и есть искусство. Как я мог петь перед вами? На улице Сен-Флор были другие, лучше меня. Хорошо, что вы их не поймали, а меня вы можете убить, я ведь только актер. Его били всю ночь. теперь он не молчал, но все, что он говорил, выводило из себя палачей. Они думали, что он прикидывается. Он вспоминал то высокий вяз, то прядь волос на лбу мори, то музу, которая выплакала свои мраморные глаза. Когда его повели на казнь, он зажмурился и громко запел «Я хотел бы сказать про ласку». А кругом цвели цветы Франции маки, ромашки, васильки. Марго Звали ее все Марго. Она, кажется, сама не помнила, что в ее бумагах значилась Маргарита Луиза Мон-Робер. Хозяйка шляпной мастерской говорила «Марго, сделайте модель позабавней. Это для той сумасшедшей американки». Старик почтальон улыбался «Вам письмо еще не написали, мадемуазель Марго». И бедняга Жан, сжимая теплую доверчивую руку девушки, вздыхал «Марго, а Марго!» Вздернутый носик, маленький круглый рот, вишневый от помады, смешливый взгляд, на лбу челка. Мало ли таких мастерит в Париже. Но Марго всем нравилась. Когда она шла по улице, прохожие оглядывались, а угольщик Жюль щелкал языком «Ну и шельма!» Консьержка, сварливое существо с рыбьими глазами и с пальцами, похожими на вязальные спицы, попрекала своего мужа «Перестань пялить на нее глаза!» Все это было давно до войны. Иногда Марго снится веселая толпа, визг, карусели, хризантемы, голубые сифоны и певец, который на площади Италии поет «Париж моя деревня!» Просыпаясь, Марго долго трет кулачком глаза, а потом плачет. По улицам ходят солдаты в серо-зеленых шинелях, злые, чужие, нет сил сказать «Да чего чужие?» «Зачем они пришли?» В немцев тяжелые башмаки, и они ступают, как будто хотят вытоптать синий асфальт. А Жан в плену. Старик-почтальон, виноватый, улыбаясь, говорит «Мадемуазель Марго, письмо немцы съели». Жюль стал скучным и чистым. Вывеска «Уголь» осталась, но угля нет. Консьержка даже перестала пилить мужа. Только хозяйка мастерской не унывает. «Марго, нацепите что-нибудь такое на зеленую шляпу, это для жены немецкого полковника». Марго думает, где же Париж? Все на месте, и улицы, и каштаны, и церковь, Мадлен, и кафе Рояль. На террасе немецкие офицеры пьют коньяк, хохочут, пишут открытки. А Парижа нет. И Марго нацепляет оранжевый бант на шляпу. Это для жены немецкого полковника. Люси спрашивает, что грустное? Думаешь, о Жане? Нет. Я ни о чем не думаю. Хозяйка жалуется, ходит без шляп, как в Испании, не зная, что с нами будет. Марго отвечает, выживем или умрем. Ей двадцать лет, но она рассуждает, как бабушка. Вечером она поднимается к себе. У нее комната под самой крышей, душная, раскаленная клетка. На столе золотая корона из бумаги, подарок Жана. Это было на масляной перед войной. Они танцевали до утра, а на стене яркие открытки, виды Парижа, несутся красные машины, бьют фонтаны, треплется трехцветный флажок. В горячий вечер августа Жюль зазвал ее к себе. Она не хотела идти, Жюль подмигнул, ты такое услышишь? Жюль угостил ее шоколадом и ликером. Откуда только раздобыл. Она выпила рюмку и вдруг ей стало смешно. Ведь был Париж. Она танцевала с Жаном, пила ликер. Ничего больше нет. Она выпила еще рюмку. Жюль поспешно ее обнял. Она покачала головой «Не нужно». Он смутился «Ждешь Жана?» «Нет, я больше ничего не жду». «Знаешь, Жюль, я любила целоваться, а теперь нельзя». «Теперь у меня нет сердца». Она вдруг вспомнила «Ты звал меня что-то послушать?» Он посмотрел на часы «Через пять минут». «Садись сюда?» то не услышишь, они глушат». «Я тихо пускаю». «Соседи нет, но все-таки страшно, вдруг пронюхают». Раздался смутный вой, как будто где-то очень далеко кричала сирена. Потом проступили слова «Армия свободной Франции». Марго удивленно наморщила лоб. «Какая армия?» «Ведь Марго припала к деревянной коробке. «Боритесь с немцами! Вредите! Уничтожайте!» «Жюль, зачем это говорят?» «Чтобы боролись!» «А ты?» Он рассердился. «Я слушаю радио. Это уже кое-что. Только смотри, никому ни слова». Два дня спустя, увидев Марго, Жюль обомлел. Глаза ее лучились, вишневый рот выделялся, как свежая рана. Жюль в злобе спросил, «Значит, сердце нашлось?» «Нашлось». Перемену замечали в мастерской, дразнили, допытывались, кто?» Марго отшучивалась. Так продолжалось несколько дней. Марго цвела, а Жюль, мастерицы, кумушки, ломали себе голову, с кем она спуталась. Тайну раскрыла консьержка. рано утром, потрясая шваброй, она в десятый раз рассказывала, «Нет, вы никогда не догадаетесь? Это такая дрянь! Я что-то почувствовал, встала, и можете себе представить, это был немец, настоящий немец!» Соседки негодовали подумать только. Он в плену, а она не скучает. «Таких скоро высекут, разденут и высекут, как в восемнадцатом!» Жюль, увидев Марго, сказал, «Вот для кого твое сердце!» Она спокойно ответила, «Да, для него!» Консьержка караулила всю ночь, подымалась по лестнице, прислушивалась. В комнате Марго было тихо. Утром девушка, как всегда, пошла в мастерскую. Хозяйка уже знала о ночном происшествии. Поджав лиловые губы, она сказала, «Говорят, что Марго нашла себе покровителя?» Все мастерицы смотрели на Марго. Она ничего не ответила. Из мастерской она пошла в кафе-рояль. Там ее и схватили. Она пила коньяк с немецким офицером и задорно улыбалась. Полицейские сжали Марго руки. Напрасно офицер запротестовал, «Это очень хорошая девушка!» Полицейские поспешно втолкнули Марго в машину. Они долго подымались по узкой винтовой лестнице. Полицейский спросил, «Где выключатель?» Лампочка разбита. В комнате было нестерпимо душно, полицейский судорожно зевнул. В окно была видна желтая ущербная луна. Полицейский посветил карманным фонариком стол, на нем лоскутки, крошки хлеба и большая золотая корона. На стене цветные открытки, на кровати спит немецкий офицер. Полицейский поднес фонарик к лицу и сразу отдернул руку. Тонкая полоска засохшей крови шла от рта до пола. Ножом? Марго покачала головой. Нет, я взяла у консьержки молоток. Я сказала, что нужно прибить штору, пропуская свет. Ножом это после. Мне показалось, что он дышит, тогда я перерезала шею. Молоток отдала. А нож не тот, чтобы взяли. Этот, чтобы резать хлеб, он в шкафу. Допрашивал ее полковник, седой и голубоглазый. Он все время глядел на свои длинные отполированные ногти. Черт знает что, эта девчонка ему нравится, настоящая парижанка. Он отгонял от себя эти мысли, он спрашивал с подчеркнутым равнодушием. Женщина Ман-Робер Маргарита Луиза, расскажите, как вы совершили преступление. Я уже говорила. Сначала он не хотел идти, говорил, что лучше в гостинице. Но я ему сказала, что я не такая, что я не за деньги, а от чувства. Он пошел за мной. В комнате он хотел меня обнять, я вырвалась. Он нечаянно разбил лампу. Видно было едва-едва луна, но окошко маленькое. Я сказала, лежи тихо, я сейчас разденусь. Я взяла молоток и очень сильно ударила по голове. Потом я испугалась, что он очнется. Я его резала, долго резала, пока не расцвело. Вы знали прежде лейтенанта Эрнста Шульпа? Нет, я познакомилась с ним в тот вечер. Я увидела, что стоит офицер, и улыбнулась ему. Он предложил пойти с ним в кафе. Я пошла. «Зачем вы на следующий день после совершенного преступления заговорили с капитаном Рудольфом Зейером? Я не знаю, как его зовут. Он сидел в кафе, я хотел увезти его. К себе? Нет, в гостиницу. Зачем? У меня был складной нож, его отобрали полицейские. Полковник не выдержал и посмотрел на Марго. Она улыбалась. Он сказал, «Вы производите впечатление душевно больной. Я здорова». «Тогда зачем вы это сделали? Вы сами сказали. Я Маргарита Луиза Монрабер, а тот был немец. В кафе сидел немец, и вы немец. Я знаю, что где-то есть армия, но я не умею воевать, и обыкновенная мастерица я сделала, что смогла». Полковник больше ее не слушал. Он крикнул «Увести!» и подошел к окну. Он долго глядел на желтый обломок луны и повторял «Сумасшедшее!» Ему было не по себе. Марго повели на казнь ранним утром, когда в серо-розовом тумане едва обозначились далекие дома с прикрытыми ставнями и несколько чахлых, как бы обглоданных деревьев. Ей хотелось еще раз взглянуть на Париж, но она вздохнула. Парижа нет. Может быть, он в плену, как Жанн, или за морем, где армия. Она вспомнила школьную книгу. Сейчас нужно петь Марсельезу, но она не знает слов, а нужно петь, не то они подумают, что она боится. И Марго запела «Париж моя деревня». Фельдфебель крикнул «Петь запрещается!» Кругом серо-зеленые, ни одного француза. испуганный топотом солдат с дерева поднялся воробей. И Марго, шевеля губами, попрощала с ним. До свидания, милый! Гордость У Маши не было подруг. Ее считали заносчивой. Леля Голованова говорила «Не выношу зазнаек». Была она красива, беспокойной красотой, крохотный, чуть приоткрытый рот, изумленная дуга бровей, а глаза то свинцовые, как море в непогоду, то ярко зеленые. Гадали, с кем она водится, ведь никогда не покраснеет, не проговорится. Квартирная хозяйка Аглая Никитишна удивлялась, почему Машу ругают. Но где было понять старухе бури молодости? Маша и в институте оставалась одинокой. Может быть, ей завидовали? Или не умела она раскрыть свое сердце? Некоторые находили ее неискренней, другие пустой, были и такие, что говорили, лучше с ней не знаться. Немцы подошли к городу внезапно. Выбраться было трудно, но многие выбрались. Маша осталась. Всю ночь город томился. Ветеран гражданской войны слесарь Стеценко проклинал судьбу, болезнь приковала его к постели. Он говорил Павлику, неужели впустят? Рыжий Ковалев, карлик с лицом похожим на гипсовую маску, ждал немцев, как нечаянное счастье, он хотел отомстить людям и судьбе. Аглая Никитична выволокла из сундука иконы, сожгла тетрадки внука и сказала Маше, не волки, как-нибудь переживем. Утром прошел слух, что немцев разбили возле Степановки. Ковалев стал жаловаться на болезнь. Я первый уехал бы, только на ногах не держусь. Павлик кричал замечательно, еще не то будет. А под вечер пришли немцы. Ковалев ухмылялся, видали? Нет, немцы это немцы, точка. Выглядывая из окон, женщины шептались, в институт зашли, к Селезневой, к Никитиным, смотрят, какие дома получше. Ночью стреляли, и Аглая Никитична поспешно крестилась. Ковалев стал бургомистром. Он выдал Стыценко, царика Никитина, консомол Крублеву. Комендант Зольте сказал, вы человек маленького роста, но большого ума, и засмеялся. Ковалев ехал в дом доктора Цигеля. Он возмущенно рассказывал, считался лучшим врачом, а не картин, не хорошей посуды. Почет не пошел впрок Ковалеву. Он исхудал, говорил, что пошаливает сердце, а хорошего врача нет. Павлик рассказывал, что когда специалиста по сердечным болезням царика Цигеля вели на казнь, он крикнул Ковалеву, умру, а ты, гад, сдохнешь. Павлика немцы повесили на базарной площади. Управдон за май в прошлом растратчик выпросил кусок веревки. Он играл каждый вечер в железку, крупно играл и так при этом потел, что промаслил колоду. Учителю Шаповалова застрелили за то, что он не поклонился офицеру. Мартьянову схватили. Увидав труп Шаповалова, она заплакала. В нем в сумке нашли фотографию моряка. Комендант Зольте спросил «Муж?» Мартьянова покачала головой. Зольте засмеялся «Любовник!» Тогда она подошла к Зольте и плюнула ему в лицо. Ее засекли и мертвую повесили, написав «За бандитизм!» Сосед Мартьяновой, бывший научный сотрудник Аграмов, суетился «Комод у нее хороший, комод тащите сюда!» Аграмов теперь торговал на базаре венгерским коньяком и сульфидином. Он обзаводился мебелью, говорил, выражаясь по старинке, переживая период начального накопления. Поли как-то сказал Аграмов, «Низкая вы тварь, Иван Георгиевич!» Поли ночью расклеивал на заборах рукописные листовки «Москва победит!» Комендант Зольте считал себя психологом. Он получал своих подчиненных. «Во Франции я щеголял остроумием и пил вино, а здесь я пью водку. Русские любят, чтобы им залезали в душу. Мы здесь не на день и не на год. Чтобы освоить эту страну, нужны виселицы и патифоны». Когда-то Ковалев Остмелев попросил у коменданта машину. «Неудобно, бургомистр ходит пешком». Зольте ответил «Машины для немцев. Но почему бы вам не обзавестись пролеткой? Я за традицией». Зольте свавился своей распущенностью, он шутил. «Даже Марс попался в любовные сети, а я только слабый последователь Марса». Он попробовал ухаживать за студенткой Бахрушиной. Она ему ответила «У меня брат в Красной Армии». Зольте ее отослал в Германию. Леля Голованова оказалась сговорчивей. Зольте пригласил ее в офицерский клуб, угощал шампанским, после каждого танца целовал руку. Леля потом говорила глупо валить всех немцев в одну кучу. Этот Зольте удивительно милый». Маша служила в комиссионном магазине, разбирала залатанные наволочки, склеенные тарелки, которые в десятый раз меняли владельцев. Когда ее спрашивали, как ей живется, она отвечала «Спасибо». соседки подозревали, что она обзавелась немецким покровителем. Однажды в магазин зашел Зольте. Он не смотрел ни на вазы, ни на старые готовальни. Он смотрел на Машу. «Доброе утро, барышня!» Она не ответила. Под вечер пришла Леля. «Комендант тебя приглашает в субботу на вечеринку». Маша упиралась. «Мне надеть нечего. Я и танцевать не умею». В конце концов она согласилась, и тогда Леля злобно прошипела, «Ты напрасно набиваешь себе цену. Немцев ты не проведешь». Зольте был с Машей подчеркнуто вежлив. Сказал, что счастлив познакомиться с настоящей русской феей. Комплименты его не отличались разнообразием. Леля в свое время была тоже названа феей. Но на этот раз Зольте был особенно возбужден. Его потрясла красота Маши, ее гордость, отрешенность. Она как бы не замечала его слов. В следующую субботу он снова заговорил о своих чувствах. Маша молчала. Он раздражился. «Я не люблю чересчур гордых женщин». Она ответила, «Я не претендую на вашу любовь». Он решил выждать еще неделю. Третья атака бывает решающей. У Зольте было немало забот помимо Маши. На московской улице убили писарь рекомендатуры. В офицерском клубе была обнаружена мина замедленного действия. Ночью кто-то написал на здании института «Красная армия наступает». На базаре раскидали листовки. Зольте приказал обыскать все квартиры. Аглая Никитична выволокли из-под одеяла. Она бормотала «Бестыдники!» Возле вокзала патруль задержал молодого человека. На нем нашли два маузера. Его били весь день. Он молчал. Ковалев признал в нем бывшего студента пединститута Завадского. Зольте приказал повесить студента в сквере напротив театра. Маша стояла в очереди, когда провели Завадского. Он лицо его было в крови. Маша сразу его узнала. Два года они учились вместе. Ей показалось, что и он ее узнал. Их глаза встретились. Возле сквера Завадский громко крикнул «Не верьте им! Скоро наши придут!» Немец его ударил, и он упал на мостовую. Вечером Маша говорила Аглая Никитишне «Вот это герой! Никогда не забуду, как он когда-то с Лелей дружил. Вот подлая! А хуже всего, как я, ни рыба, ни мясо. Должно быть, я страшная трусиха. Будь я посмелее, давно ушла бы к партизанам, а я вот в их клуб хожу». Аглая Никитишна вздыхала «Кому что отпущено, Маша? Ты не будь гордая, гордость это черту радость. Партизаны это не мы с тобой, это военные, у них ружья. Ты, Маша, себя береги, лучше уж умереть, чем с немцем спутаться». На следующий день в офицерском клубе была очередная субботняя вечеринка. Зольта отвел Машу в сторону. Города я брал силой, а женские сердца нежностью. «Я не хочу быть грубым, но вы меня измучили, я больше не могу ждать». Отвернувшись, Маша сказала, «Я живу одна». Зольте разглядывал большую бонбоньерку с шоколадом. Подарок Маше. Здесь были конфеты в золотых, серебряных, изумрудных бумажках, а на крышке был изображен купидон, который стрелял из лука. Маша Маша не умела стрелять. Зольте она убила колуном, растекла его голову. Она сделала это просто, спокойно, как будто выполняла тяжелую домашнюю работу. Только потом она разволновалась, когда сказала про вся Аглая Никитишни. Старуха плакала, «Замучают они тебя!» «И как ты на такое решилась?» Маша отвечала, «Это всякий сделал бы. Здесь и геройства нет. Вот в лес уйти, стрелять это геройство. И плакать не нужно. Одна я, ни мужа, ни детей. Вот когда с детьми и на смерть это страшно». «Ты что, партизанка или комсомолка тайная?» спросила Аглая Никитишна. Маша сказала, «А я как все». С сих пор прошло полтора года. Немцы уходили из города поспешно. По дороге бежал Ковалев больших подавших с ног калошек и кричал, «Меня возьмите, я бургомисту». Леля Голованова проплакала весь день, потом напудрилась и кинулась с отдыхавшим танкистом с тятино разученным криком, «Пламенный привет нашим освободителям!» Аглая Никитишна стояла до вечера и все крестила проходившие танки. Маша то не дождалась. У горсовета стояли партизаны с немецкими автоматами, рабочие, студенты, девушки, они помогли захватить город. Был дождь, но люди улыбались, еще не веря возвращенной жизни и дождевые капли смешивались с первыми слезами счастья. Приемник Зольт и капитан Кригер удрал бросить все архивы. С кафе комендатуры были набиты бумагами. Раскрыв папки можно было узнать, сколько отобрано у населения коров или шерстяных изделий, сколько душ отправлено в Германию на работы, сколько убито в самом городе и в шалбановском поселке. На некоторых папках стояло секретно. Такая пометка была и на деле об убийстве майора Зольте. Протокол допроса был написан витиеватым почерком канцеляриста. Обер-лейтенант Шпеер излагал показания Маши. Обвиняемая признает, что осталась в городе с целью совершить преступный акт. Она отрицает свою связь с бандами, действующими в окрестных лесах и с подпольными организациями. По ее словам, она действовала одна. Обвиняемая утверждает, что она не состояла в коммунистической партии, но подчеркивает, что считает себя коммунисткой. Убийство майора Зольте она замыслила, получив через некую Голованову предложение явиться в офицерский клуб. Своё преступление она мотивирует обычными большевистскими лозунгами, утверждая, что германская армия, и в частности майор Зольте, якобы оскорбляли ее национальную и личную гордость. Внизу была пометка «Приговор приведен в исполнение лейтенант Кранц». Я вышел из здания комендатуры и город стверкал омытый дождем. Маленький домик казались мне величественными, и я видел кругом только отвагу, верность и счастье. Я не понимал, что еще живу жизнью Маши. Я долго шел по прямой улице и не заметил, как исчезли последние дома. Передо мной была Шелбановская роща. Осенние деревья обливались кровью, но это была та кровь, которая не смущает сердце. Было в этом осеннем дне торжество ясности и согласия. Вдруг я вздрогнул, старушка мне сказала «Здесь они расстреливали». Не было видно следа могилу. Золотые листья прикрыли землю великолепным покровом. Где могила Маши? Ее не найти, но кажется, в прозрачном воздухе, в необычайно высоком, недосягаемом небе сентября, в пышности и, однако, сердечности природы живет душа этой девушки гордой и скромной. и спрашиваешь себя, почему не разгадали ее при жизни, почему не вели с ней задушевных бесед, не украшали ее комнату цветами, а осенью пестрыми ветками деревьев и ягодами рябины. львы львы и му му